Первая любовь О первой любви я должен был бы написать раньше, поскольку она начинается вместе с обучением в школе, являясь, можно сказать, тоже предметом обучения. Но я не хотел прерывать обзор школьных предметов, так как только в совокупности они дают ясное представление о том безысходном лабиринте, через который нас протаскивают в детстве, который называется начальной школой. Основные понятия любви я приобрел еще в раннем детстве, когда я, служанка и практикант из управы, каждый вечер подолгу разговаривали за воротами о любовных делах. Больше того, именно я явился поводом для этой любви, так как практикант сначала познакомился со мной, а уж потом я представил его служанке. Знакомство было совершенно случайное. Однажды я сидел за воротами на руках у служанки. Проходя по улице, практикант заметил меня, подошел, погладил по голове и сказал, «Какой чудесный ребенок! Это ваш?» «И что вы!» — воскликнула служанка. «Как же я могу иметь ребенка, если я не замужем?» На основе этого вопроса, можно или нельзя иметь детей незамужним девицам, они углубились в такой спор, что его пришлось отложить до следующего дня. А еще через день они совсем подружились, и с того времени мы каждый вечер встречались за воротами. О, каких тут только не было разговоров, и иногда мне даже стыдно было смотреть в глаза служанки. Случалось, я пытался вмешаться в эти разговоры, но практикант всегда имел на готове кулек с конфетами, и только я раскрывал рот, чтобы что-нибудь сказать, как он засовывал мне в рот конфету, хотя не у меня, а у него было намерение говорить сладкие речи. «Литература много потеряла от того, что я тогда не умел писать и был не в состоянии запечатлеть разговоры, которые мы вели за воротами». «Йоццо», — говорит бывало наша служанка практиканту, — «приходи после ужина, как мои улягутся, я тебе шницель от ужина оставлю». «О, душа моя», — отвечал практикант, — «разве мне в такие минуты до шницеля?» «Ну уж, если будешь оставлять, то оставь и салата немножко. Все мои мысли о тебе, только о тебе, я только и жду той минуты, когда смогу прижать тебя к своей груди, и путь даже шницель остывает». Бывали и другие, еще более нежные разговоры. Помню, однажды практикант спросил, — «Юла, скоро ли у вас будут стирать белье?» «Скоро, а что? Вот если бы ты могла сунуть и мое белье вместе с хозяйским, чтобы мне не платить за стирку». «Что ж, приноси», — отвечала она ласково. «Ох, душа моя, как ты добра! Я принесу три рубашки и четыре пары кольцо на ангел мой». Подобные разговоры не только развлекали меня, но и помогали мне приобрести известный практический опыт, который позднее мне очень пригодился в жизни. Но бывало и иначе. По воскресеньям в полдень, когда никого из наших не было дома, мы все втроем отправлялись в комнату служанки. Меня сажали на скамейку, а они вдвоем садились на кровать. В таких случаях я предпочитал сидеть, зажмурившись, прилагая все силы к тому, чтобы не упасть со скамейки. Наглядное обучение позволило мне приобрести практический опыт и такие познания в области любви, что нет ничего удивительного, что уже в первом классе гимназии я влюбился. Я, конечно, не ставил перед собой такие цели – влюбиться именно в первом классе гимназии. Благодаря опыту, приобретенному мной в раннем детстве, я бы, пожалуй, мог и раньше заняться этим. Но дело в том, что до самой гимназии я носил штанишки с разрезом сзади, и я не мог себе представить, что в таких штанах меня кто-нибудь может полюбить. И только в первом классе гимназии, когда на меня надели настоящие брюки, я почувствовал, что настало время, когда я могу влюбиться. Влюбился я в Персу, нашу соседку, так как она была ближе всех. Все лицо у Перса было усеяно веснушками, носило желтые чулки, каблуки на ее туфлях были всегда стоптаны. Пока я в нее не влюбился, я и внимания на нее не обращал. А как только влюбился, то она стала казаться мне божественно прекрасной. Бывало, едва только увижу ее стоптанные каблуки, как меня сразу же охватывает волнение, и я стремглав, несусь ей навстречу, чтобы добежать до нее раньше, чем появится улыбка на ее веснущатом лице. Отец Персы был учителем арифметики, и не знаю почему, но обо мне у него сложилось весьма нелестное мнение. Персе было девять лет, и она училась в третьем классе начальной школы. Объяснился я с ней в довольно необычных романтических обстоятельствах. Однажды во время игры в жмурки мы с ней спрятались в бочке, в которой моя мать квасила капусту на зиму. Здесь я и объяснился ей в любви. И так мне дороги эти воспоминания, что даже теперь при виде бочки меня охватывает неизъяснимое волнение. Однажды после уроков я встретил Персу возле школы, и мы вместе пошли домой. Я отдал ей пряник, который покупал каждую пятницу. На это шли деньги, заработанные мной в четверг после полудня, на сдачи. И хватало только на то, чтобы раз в неделю выразить ей свою симпатию и внимание с помощью пряника. И серьезно спросил, — Как ты думаешь, Перса, отдаст тебя отец, если я к тебе посватаюсь? Она покраснела, потупила глаза и в волнении разорвала передник на три части. — Нет, — ответила она еле слышно. — А почему? — спросил я взволнованно, и слезы брызнули у меня из глаз. — А потому что ты у него плохой ученик. Я поклялся учить арифметику днем и ночью и обязательно исправить оценку. Я учил, но разве мог я решить задачу, над которой уже бьются многие поколения людей? Разве я мог примирить любовь с арифметикой? И когда мне пришлось выбирать между любовью и арифметикой, я выбрал то, что было легче, то есть любовь. И уже на следующем уроке арифметики вместо двойки, которую я имел до сих пор, получил единицу. В следующий четверг мне не удалось ничего заработать, поэтому в пятницу утром я залез в платяной шкаф, срезал с отцовского зимнего пальто двадцать пуговиц и продал их в школе за десять пара. Вырученных денег хватило как раз на то, чтобы купить пряник. В полдень я встретил персу возле школы и, провожая ее, признался, что мое положение стало еще хуже, так как по арифметике я получил единицу. — В таком случае, — сказала с горечью перси, — я никогда не буду твоей. — Но ты должна быть моей, если не на этом, то на том свете! — воскликнул я, вспомнив слова, которые я слышал несколько дней назад в театре. — Как же это может быть? — удивилась перси. — Давай отравимся вместе. — А чем мы отравимся? — А вот чем продолжал я все решительнее. — Выпьем яд. — Хорошо, — ответила она так решительно. — Я согласна. А когда? — Завтра после полудня. — Завтра я не могу, у нас завтра уроки. — Верно, — вспомнил и я. — Завтра я тоже не могу. Если я не приду в школу, мне запишут прогул, а у меня их и так уже двадцать четыре. Могут из школы исключить. — Давай, если хочешь, в четверг. В четверг после полудня ни у тебя, ни у меня нет уроков. Она согласилась. И мы договорились, что к четвергу я приготовлю все необходимое для отравления. В четверг после полудня я украл на кухне коробочку серных спичек и поспешил на место свидания, с которого мы вместе с персой должны были отбыть на тот свет. Мы встретились на нашем огороде, сели на траву, и из душ наших вырвался глубокий вздох боли и печали. Я достал из кармана коробку со спичками. — Что же мы будем делать? — спросила перса. — Будем есть спички. — Как это есть спички? — А вот как, — сказал я, и отломив, и отбросив головку в сторону, сунул остальное в рот. — А что ты бросил? — Это противно. Она решилась и протянула руку за спичкой. Я отломил головку и отдал ей спичку. Она взяла ее и храбро начала оживать. Когда она съела три спички, на глазах у нее показались слезы. — Я больше не могу. Никогда в жизни я не ела спичек. Не могу больше. — Да ты и так уже, наверное, отравилась. — Наверное, — захныкала перса. — Я чувствую, как у меня в горле что-то дерет. — Вот видишь, значит, ты уже отравилась. Я же упорно продолжал и съел девять спичек. Но вот, наконец, я потерял аппетит и почувствовал, как у меня в горле что-то дерет. — Конечно, я отравился, — сказал я торжественно, как и полагалось в такой момент. И тут наступила гробовая тишина, во время которой я никак не мог сосчитать, сколько будет четырежды семь. А перса тоже о чем-то думала, пытаясь вытащить кусок спички, застрявшего у нее между зубов. Наконец, она нарушила торжественную тишину и спросила. — А что же теперь? Этот вопрос селил в мою душу страшное смущение, ибо после того, как мы совершили обряд отравления, я действительно не знал, чтобы можно было еще предпринять. Наконец, меня осенило. — Знаешь что, раз уж мы с тобой отравлены, давай перекрестимся. Она перекрестилась, а затем то же самое сделал и я. — А теперь, — продолжал я, — пусть каждый идет к себе домой и умирает. Стыдно будет, если мы умрем здесь, в огороде. Мы с тобой из хороших семей, и нам не к лицу умирать под забором. — Хорошо, — сказала она, — и мы расстались. Все дело между тем кончилось так. Перса пришла домой и попросила, чтобы мать приготовила ей постель, а она ляжет умирать. При этом она сказала, что отравилась палками от спичек. А мать, не принимая во внимание ни ее положения, ни ее чувства, закричала. — Ну, раз ты могла есть палки в огороде, так поешь их и дома. Затем, задрав ей юбку, она начала выбивать с противоположной стороны все то, что так глубоко засело Персе в голову. После такой порки Перса меня возненавидела. Тем и закончилась моя первая любовь. Первые и последние стихи За свою жизнь я написал всего два стихотворения, но мне так за них досталось, что я поклялся никогда больше не читать никаких стихов, уже не говоря о том, чтобы их писать. Сколько раз находило на меня вдохновение, душа сгорала в творческом огне, воображение рисовало чудные сюжеты, но я героическим усилием воли сдерживал себя. Может ли быть более возвышенный повод для вдохновения, чем женщина с мечтательными, ласково улыбающимися глазами, протягивающая вам свой альбом, на роскошном переплете которого золотыми буквами начертана поэзия, и который на самом деле представляет собой роскошную коллекцию людских глупостей. О, эти альбомы наполнены бесчисленным количеством добрых пожеланий и нравоучительных стихов, в которых «ах» чередуют с «ох», и то и дело ласкают слух мелодичные рифмы «Моим, твоим, кровь, любовь, губки алы, как кораллы». Сколько раз, бывало, уже обмакнешь перо в чернильницу и отложишь его? «Ну, напишите, прошу вас, напишите хоть одну строчку», шепчут вам «алые кораллы». Снова обмакнешь перо в чернильницу и снова осторожно закрываешь альбом. «Умоляю вас», — еле слышно просит она. «Простите меня, но я на диете, оправдываюсь я». И действительно, это была своего рода диета, которую я выдерживал стойчески. Я не обращался к врачу, не показывал ему язык и не жаловался на несварение желудка, так как я заранее знал, что он обязательно запретил бы мне читать произведения наших поэтов. Я придерживался совсем другой диеты, не писал стихов, что благотворно действовало и на меня, и на моих читателей. За свою жизнь я написал всего два стихотворения, но они принесли мне так много мучений, что я был вынужден принять меры, чтобы восстановить силы и окрепнуть. Мое первое стихотворение оскорбило женщину, а последнее оскорбило короля. Если же принять во внимание, что женщины и короли — это самые чувствительные и самые мстительные создания, то легко можно представить себе, какое вознаграждение я получил за свои сочинения. Один мой приятель за свою жизнь тоже написал только два стихотворения, но на жизненном воприще он добился гораздо большего успеха, и все потому, что в первом он поздравил с днем рождения свою семидесятилетнюю очень богатую тетку, пожелав ей многие лета, а во втором поздравил одного министра с назначением на этот пост, причем закончил его следующим образом. «Такие честные сыны Отечеству всегда нужны». После этого ему, конечно, до сего дня незачем было соблюдать поэтическую диету, он успешно продолжает заниматься сочинением эпитафий для надгробных памятников, ибо большим праздником лозунгов. Первое свое стихотворение я написал очень рано, когда второй год сидел в первом классе гимназии. Я не знаю, как нашло на меня поэтическое вдохновение. Одни считают, что желание писать стихи приходит к человеку так же, как и желание избавиться от зуда. Однако в случае со мной это было совсем не так. Я почувствовал зуд уже после того, как написал первое стихотворение и воочию зрел его последствия. Другие говорят, что поэтические вдохновения — это разновидность насморка, который очень быстро передается от человека к человеку. Может быть, это и так, но если при обычном насморке, почувствовав потребность освободить нос, достаешь платок и собственноручно делаешь это, то при поэтическом насморке лишь только исторгнешь из себя плохое стихотворение, как критики так утирают тебе нос, что никогда больше и в голову не придет заболеть подобным насморком. Говорят также, что молодой поэт начинает чувствовать себе какое-то вдохновение, как женщину на четвертом месяце беременности, и в дальнейшем у него все протекает так же, как у роженицы. Беременный молодой человек начинает чувствовать недомогание, толчки в животе, боли и, наконец, ложится в постель и разрешается от бремени. Может быть, по отношению к отдельным стихотворным произведениям сербской литературы это сравнение справедливо, но первые стихи появляются совсем не так. В нашей гимназии писание стихов было чем-то вроде эпидемии. Поколение гимназистов черпали вдохновение, прежде всего, из тех надписей, которые их предшественники оставляли на стенах школьных уборных. Сколько сборников, нежных лирических песен, изданных позднее своим появлением, обязаны этим стенам, запах которых до сих пор можно почувствовать в отдельных образцах сербской лирики. Кое-какие весьма полезные знания молодые поэты получали, читая надписи на обложках старых учебников. С давних пор в сербских школах существует обычай. Если ты переходишь в следующий класс, то продаешь свои книги тем, кто будет учиться в твоем бывшем классе, а сам покупаешь книги у тех, кто перешел в следующий класс. На обложках старых учебников, а часто и прямо на страницах, то есть везде, где есть хоть немного места, можно найти драгоценные следы многих поколений гимназистов. Тут и стихи, и мудрые изречения, и афоризмы, и другие очень полезные записи. Так, например, в конце некоторых учебников бывшие владельцы, которые не раз проваливались на экзамене по этим предметам, можно найти ценные напоминания, вроде тех, которые встречаются на улицах возле канализационных ям. Осторожно! Влево не ходить! И именно из этих источников поколения гимназистов черпают свое первое вдохновение. Разумеется, после первых неудачных опытов многие навсегда отказываются от подобной деятельности, но есть и такие, которые испещряют стихами не только свои, но и чужие книги, а самые настойчивые продолжают заниматься сочинительством даже после того, как все остальные совершенно охладевают к поэтическому творчеству. Этих последних вскоре провозглашают поэтами класса, а если кто и после этого упорно продолжает писать стихи, то становится поэтом гимназией, отпускает длинные волосы, начинает задирать нос, симулировать рассеянность, и таким образом превращается в настоящего поэта со всеми присущими поэтам особенностями. Интересно, что уже в период первых появлений молодого дарования определяется не только направление, по которому пойдет данный поэт, но и среда, которая его вдохновляет. Вот, например, разве эти стихи, которые я так хорошо помню, не указывают ясно и определенно на поэтическое направление и среду, вдохновлявшую молодого поэта, моего тогдашнего товарища? «Люблю я кашу с молоком и простоквашу, капусту с салом, кислую хвалю, люблю лапшу, пирог с яйцом и мясом, но больше всех говядину люблю». На внутренней стороне обложки одной из латинских грамматик, принадлежавшей, вероятно, сыну сельского священника, довелось мне читать и такие стихи. «Царь Всевышний, ты властитель мира, нацию всю нашу сбереги, помоги в моем тяжелом горе выучить склонение, помоги». Один мой приятель, сын флейтиста, в конце каждого учебника писал «Парни с девушками пляшут, гопля, вколобойком, у меня аж экзамен скоро и нет счета двойком». Те, кто оставался на второй год, писали стихи гуслярским десятерцам. Вероятно, это происходило потому, что десятитерцам сильнее всего можно выразить национальное горе. Так, например, живко-ужичанин, узнав, что ему придется второй год сидеть в третьем классе, запричитал «Горе мне навеки вышло ныне, волей Бога перенес я муки, не от пули, что в бою летело, не от сабли в поединке смелым, от какой-то дьявольской латыни, от учителя придиры Луки». Своё первое стихотворение я написал десятерцам, но я до сих пор не знаю, то ли я написал его так, потому что остался на второй год, то ли остался на второй год, потому что написал его. Моего товарища вдохновляла кухня, так как он, вероятно, до этого где-нибудь прислуживал. Сына священника вдохновляли молитвы, а сына флейтиста — частушки. Точно так же и я черпал вдохновение из среды, в которой постоянно вращался, то есть из сплетен, которыми мои тётки обменивались между собой. Я уже почти забыл своё первое стихотворение, но думаю, что после реставрации оно выглядело бы примерно так. «Госпожа наша Аница встала в воскресенье до яркого солнца. В комнате окошко отворила, молодая в окно посмотрела. Вправо-влево головку и вертит, ожидает чиновника Пайю. Мимо дома пойдёт он на службу». Стихи мои произвели сенсацию, как и следовало ожидать, поскольку появился ещё один молодой талант. В нашем доме все только и делали, что ахали и охали. Ох-ох-ох, ах-ах-ах. Но эти восклицания означали отнюдь не восторг. Лица моих родственников не выражали ничего, кроме страха, как будто кто-то разбил в зале большое зеркало. «Как же ты мог написать такое?» набросились на меня сразу все три тётки. «А почему бы мне и не написать, если это правда?» защищался я. «Да откуда ж ты взял, что это правда?» «Да ведь вы сами говорили». «Бог с тобой, дитятка, кто ж тебе сказал, что мы всегда говорим правду?» обороняла средняя тётка. «Ведь эдак он чего доброго может сказать, что это мы подговорили его написать такие стихи», причитала старшая тётка, хотя в душе была довольна моим произведением и уже раздумывала над тем, каким образом пустить его по рукам, чтобы оно быстрее дошло до госпожи Аницы. И действительно, госпожа Аница узнала о моих стихах гораздо раньше, чем я мог предполагать. В мирном доме господина аптекаря всё перевернулось. Госпожа Аница визжала, каталась по полу, рвала на себе волосы, перевернула диван, разбила лампу, туфли избила работника, укусила помощника аптекаря и в довершении всего, решив отравиться, выпила целый сифон соды. Услышав об этом, господин аптекарь поклялся перед иконой святого архангела Михаила, что прибьёт меня к паршивую собаку. Зная, что аптекарь народ кровожадный, принимая во внимание, что господин Сима клятвенно обещал меня изничтожить, я, разумеется, прилагал все силы к тому, чтобы избежать возмездия. По пути в школу я перелезал через забор и укрывался на другой улице, часами просиживая на чердаке. Вообще делал все, чтобы избежать неожиданного нападения. Сидя на чердаке, я размышлял об ужасной судьбе литератора в нашем обществе. Вместо того, чтобы поддержать и ободрить молодого поэта, оно, это самое общество, гонится за ним и норовит избить до полусмерти. Представьте себе, что бы было, если бы поэты за каждое новое стихотворение подвергались жестокому избиению. При таком порядке вещей и стихов-то, пожалуй, было бы мало, а тех, кто все же вздумал бы заниматься рифмами, действительно, следовало бы поколотить. Вскоре господин аптекарь понял, что вряд ли он сможет выполнить свою клятву. И тогда он начал устраивать засады, прятаться в подворотнях, внезапно появляться на тех улицах, по которым он раньше никогда не ходил. Но я всякий раз ловко обходил засады и всеми способами уклонялся от встречи. Тогда господин аптекарь изменил тактику. Он пожаловался на меня, директору гимназии. На следующий день я предстал предучительским советом и судили меня так, будто я по меньшей мере спалил Александрийскую библиотеку. Хмурый, серьезный, члены учительского совета, опустив головы, сидели за зеленым столом. Я всерьез подумал, что они могут приговорить меня к сожжению на костре. Я уже представил себе множество людей истолпившихся у костра. Видел, как три мои тетки без сознания валяются на площади, как горько плачет дочь почтмейстера, марится, в то время как аптекарь угощает всех спиртом за упокой моей души. Первым взял слово директор гимназии. Обращаясь ко всем остальным членам учительского совета, он сказал, «Господа, в нашей школе процветает одно отвратительное явление, которому надо во что бы то ни стало положить конец. Ученики, господа, начали писать стихи. Они пишут их везде, где придется, на книгах, на школьных досках и на стенах. Интимное деление этого здания исписаны сверху донизу, и стихи часто совершенно безобразные. Вот несколько дней назад я приказал сторожу стереть один стишок, который был написан о вас, господин учитель». Тут директор слегка кивнул в сторону учителя латинского языка. «Речь шла о вашей давно всем известной привычке пить больше, чем вам положенную почину. Обове майоре дисцит арара минор». «У старшего вала учится пахать младший», бормочет латинист, желая показать коллегам, будто он понимает, что стихи появились не без их помощи. «И вот еще что», продолжал директор. «В этом году я уже дважды белил уборные из-за стихов, в которых говорилось о вас, господин протеерей, и о некой вдове Росси. Это из третьего класса, чтобы им...» И совсем забыв, что я присутствую на заседании учительского совета, батюшка недобрым словом помянул коллективную мать третьего класса. «А затем», продолжал директор, пристально вглядываясь в учителя географии. «Я не могу вспомнить, но, по-моему, были стихи о других господах преподавателях». «А я помню», вскочил учитель географии, очевидно, с полуслова поняв намек директора. «Были, например, такие стихи, как в классах школы холодно, мороз стоит суров, на химии, истории, все мерзнем мы без дров, мороз на математике, а печь без дров стоит, директор школы свез к уме все школьные дрова». «Прежде всего здесь ошибка», закричал учитель сербского языка. «Тут должна быть другая рифма, глагол «стоит» не рифмуется существительным «дрова». «Вот и я говорю», взревел взбешенный директор, «это неправда». «На стене не было подобных стихов, это вы сами сочинили?» «Были, из-за этих стихов вы и приказали побелить уборные». «Конечно», заорал протеерей, «а вовсе не из-за вдовы Россы». Все закричали, застучали кулаками, затопали ногами, и прошло немало времени, прежде чем они вспомнили о моем присутствии и выдворили меня за дверь. Буря между тем продолжалась, и сплошного гамма лишь иногда доносились слова «роса», «дрова», «ракия». Судя по всему, инвалид Глобус тоже принял участие в общем споре. Наконец, когда буря улеглась, я был вновь введен в канцелярию. Лица членов учительского совета были так серьезны, будто они только что закончили обсуждение важной методической разработки. Опять поднялся директор. «Господа», сказал он, «в нашей школе процветает отвратительное явление». На этот раз вступительное слово господина директора было значительно короче, и он сразу перешел прямо к делу. Вот здесь перед вами один из бумагоморателей, которые пишут стихи. Судя по классным журналам, сей сочинитель, неродив, даже больше того, плохой ученик. Все учителя, как по команде, приподняли свои головы и посмотрели на меня так, будто хотели сказать, «Ах, этот, так я его знаю, он и у меня не успевает». «Ты написал эти стихи», начал допрос директора и показал мне листок, вероятно, полученный им от аптекаря. И тут в моей душе началась отчаянная борьба между человеком и поэтом. Человек советовал немедленно отказаться от стихов, сказать, что они не мои, что я слышал их от других, например, от старшей тетки, и выразить свое отвращение к подобным стихам. А поэт, распаляя мое тщеславие, советовал, «Не смей отказываться от своего первенца, перед тобой великое будущее». «Как всегда, так и на этот раз, в борьбе между человеком и тщеславием победила последняя. Я признался, что стихи мои». «Господа», провозгласил директор, обращаясь к своим коллегам, «он сознался». «Это может послужить ему смягчающим обстоятельством», заметил учитель географии, который вот уже четыре года был занят бракоразводным процессом со своей женой и претендовал на то, что он в совершенстве познал существо нашего законодательства. «Итак, господа, перед нами как раз один из тех случаев, когда требуется применить самую суровую кару, дабы неповадно было всем остальным неизвестным сочинителям пачкать известные места нашего заведения», сказал директор. «Я снова увидел перед собой костер, почувствовав, как языки пламени лижут моё тело, увидел всех трёх тёток, без сознания валяющихся посреди площади, увидел заливавшуюся слезами марицу и аптекаря, угощавшего народ за упокой моей души. «Я бы хотел услышать мнение господ преподавателей», сказал директор. Тут же посыпались мнения, которые звучали примерно так. «Протеерей. Необходимо изгнать его из школы, и пусть он идёт в сочинителей, выдумывает всякие стихи, или же, если не так, то пусть в наказание неделю постится». Историк. Он совершил два преступления. Первое, менее тяжкое, оскорбил семью аптекаря. И второе, более тяжкое, сквернил стихи, коими воспет королевич Марко, Синджелич и Гайдук Велько, воспевая ими некоего Паюписаря. За это второе преступление его и следует наказать. Примечание. Королевич Марко, знаменитый герой сербских эпических песен. Гайдук Велько, около 1780-1813 года, участник восстания 1804-1813 годов, прославившийся своей легендарной храбростью. Преподаватель естествознания. Только возвышенностью своих чувств человек отличается от животных. Отсюда и проистекает наличие у людей всемвозможных поэтических жанров, в то время как у ослов их нет. Как известно, ослы не пишут стихов. Но иногда случается, люди пишут такие стихи, что можно подумать, будто их писали ослы. Таким поэтам следует применять те же методы, которые применяются к ослам, то есть оттаскать их за уши. Вероятно, то же самое следует сделать и с этим молодым поэтом. Математик Из этого явления прежде всего излег бы корень, вернее, не корень, а некоторую пользу. Мы имеем здесь две известные величины, оскорбленную семью аптекаря и автора стихов, плюс сами стихи. Из этих известных мы могли бы узнать неизвестную величину, то есть выяснить, кто еще пишет стихи о своих учителях. Географ Я бы его посадил в карцер, в подвал, чтобы он там мог воочию убедиться в затмении пожара в семейную жизнь, и поэтому не мудрено, господа, что мы имеем столько бракоразводных процессов. Учитель латинского языка Хотя Гораций говорит Pistoribus atque poetis quidlibet audendi sember fuit aeque potestas. Но безобразие учиненное этим учащимся превзошло все границы. Я за самую суровую кару. Примечание У художников и поэтов равным образом всегда была возможность все что угодно. Латинский Учитель сербского языка Его следует наказать прежде всего за то, что он не отделил запятыми предаточные предложения от главного, а также и за то, что в конце второй строки не поставил точку. Ну, а в целом стихи у него вышли, можно считать, гладкие. Мысли выражены хорошо, и посему я бы не стал прибегать к очень строгим мерам. Выслушав все эти искусно высказанные мнения, директор гимназии повернулся ко мне и, дав мне несколько отеческих советов, отодрал меня за уши желания ботаникам. Затем он прочел приговор, по которому в течение трех дней я должен был оставаться в школе после уроков требования географа. Вот так в награду за первые стихи я отсидел в карцере, и то же самое меня постигло после того, как я написал свое второе стихотворение. Целых семь лет я героически воздерживался от сочинения стихов, но вот однажды дошло на меня то безбашенное настроение, в котором человек с радостью повторяет свой первый грех. Я написал свое второе и последнее стихотворение. И снова мне пришлось страдать. На этот раз за мной гонялся не аптекарь, а жандарм, и привели меня не к директору гимназии, а к председателю окружного суда. «Это ваши стихи?» спросил председатель окружного суда точь-в-точь как директор гимназии. И опять во мне победила тщеславия. «Да», ответил я, «Только ведь это просто шутка, ее не стоит принимать всерьез». «Так-то оно так», председатель суда. «Но вот уголовный кодекс обязывает нас и шутки принимать всерьез». «Но ведь эти стихи, пытаюсь я защищаться и дальше, не отвечают требованиям элементарного стихосложения». «Но зато они полностью отвечают требованиям уголовного кодекса», говорит господин председатель. «Но я же не виноват, господин председатель. У меня не было никакого злого умысла. Это просто вдохновение». «Да, да, я вас понимаю», прервал меня господин председатель. «Но уголовный кодекс, как видите, за это вдохновение и наказывает». «Невероятно, удивляюсь я». И после того, как господин председатель познакомил меня со всеми достопримечательностями уголовного кодекса, он заявил мне, что на основании этого самого кодекса я приговорен к двум годам тюремного заключения за оскорбление величества. Вот тут я и поклялся никогда больше не писать стихов. И до сего дня стоически выдерживал эту диету. и, как видите, она весьма благотворно отражается на моем здоровье. Вторая любовь. Первая любовь – это пожар, причины которого неизвестны даже полиции. Она вспыхивает от трения, как спичка, и гаснет сама, подобно тому, как догорает спирт в спиртовке. Первая любовь – это укус комара, который не приводит к заражению крови, а только вызывает зуд. Первая любовь – это особый вид рекрутского набора, при котором тебя лишь признают годным для несения службы свой срок, когда ты будешь призван по-настоящему. Первая любовь опасна только в том случае, если она последняя. Но в действительности первой любовью является вторая. При второй любви человек чувствует себя так, словно второй год сидит в том же классе. все ему известно, а между тем нет уверенности в том, что удастся выдержать экзамен. Вторая любовь – это опасные рецидивы неизлечимой болезни у людей, не соблюдающих диеты. Вторая любовь – это действительная служба, обязательная для всех, кто думает поступить на государственную службу. Но даже не принимая во внимание все эти мудрые изречения о первой и второй любви, можно сказать, что для меня первая любовь была своего рода попыткой, а вторая пришла уже по привычке. После трагедии, которой завершилась моя первая любовь, я почувствовал острое желание снова влюбиться. Я повсюду искал, в кого влюбиться, и, встретив однажды возле школы маленькую белокурую девочку, заливавшуюся горькими слезами, решил влюбиться в нее. Обычно говорят, что плачут только чувствительные девушки и бесчувственные женщины. Я предпочел влюбиться в чувствительную девушку, белокурую девочку звали Марицей. О чем ты плачешь, Марица, спросил я. Она тяжело вздохнула и призналась мне. Учительница перед всем классом назвала меня гусыней, сказала, что я глупая гусыня, и все смеялись, и... Так это же пустяки! Из-за этого не стоит плакать. Что такое гусыня? Подумаешь, о, сколько раз учитель меня перед всем классом называл глупым ослом, а осел это побольше, чем гусыня, и ничего. Так что не стоит плакать. И твою учительницу, когда она была маленькой, тоже глупой гусыню называли. А видишь, она теперь сама учительница. Кажется, мои утешения благотворно подействовали на душу белокурой девочки. Она успокоилась, подняла свои заплаканные глаза и с такой надеждой посмотрела на меня, что я счел своим долгом продолжать ее утешать. И вот еще что, гусыня, начал я, подыскивая, что бы еще сказать. Гусыня, здесь ведь нет ничего страшного, это не оскорбление. Вот я, например, я люблю гусятину. Она многозначительно посмотрела на меня, вероятно, пытаясь определить, являются ли мои слова признанием в любви или нет. Да, я люблю гусятину, продолжал я, также надеясь, что мне удастся использовать этот разговор для объяснения в любви. Особенно я люблю ножку. Какую ножку, удивленно спросила белокурая девочка. Обыкновенную ножку, когда мама жарит гуся с рисом, я всегда прошу ножку. На другой день я опять встретил белокурую девочку, и с тех пор мы стали встречаться почти каждый день. Мы любили друг друга и без объяснений в любви. Мою попытку утешить ее, с которой началось наше знакомство, она сочла объяснением в любви. То же самое случается и со вдовами, которые очень часто слова утешения принимают за объяснение в любви. Но у белокурой девочки уже появилась вдовья сентиментальность, поскольку, как она сама мне потом призналась, до меня она любила одного гимназиста из первого класса. Хотя мы встречались каждый день после уроков, и я провожал ее домой, мы все же почувствовали, что нам необходимо тайное свидание. Любовная дрожь и нега овладевают влюбленными только в том случае, если они остаются наедине. Мы договорились встретиться в четверг после полудня на старом кладбище. Влюбленной чувствительной белокурой гимназистке и влюбленному гимназисту, обожавшему гусиную ножку, кладбище показалось самым подходящим местом встречи. Встретились мы и разговаривали, разговаривали долго и много. Говорили об экзаменах, о том, какая строгая ее учительница. Затем она сообщила сегодня на обед фаршированную тыкву, а я похвалился, что вчера у нас на ужин были макароны с сыром. Поговорили еще о чем-то и расстались. Свидание нам, как видите, было совсем ни к чему, так как при подобных встречах полагается говорить о любви, а мы говорили о том, о чем могли бы поговорить и на улице, возвращаясь домой из школы. Трудность заключалась в том, что ни я, ни она не знали любовных слов. Несколько дней подряд я ломал голову, стараясь придумать, как бы научиться каким-нибудь любовным словам и, наконец, вспомнил, что у моей тетки есть книга, которую она читала каждый вечер, вздыхая и всхлипывая, а затем прятала под подушку. В этой книге должны быть любовные слова, ведь старые девы плачут только, когда читают про любовь. И вот однажды в полдень я украл эту драгоценную книгу, забрался в сарай и начал судорожно перелистывать ее. Особое внимание я обращал на страницы увлажненные тетушкиными слезами, и на одной из таких страниц я действительно нашел множество любовных слов, и даже больше того, говорили их друг другу двое влюбленных, которые встретились на кладбище. Разговор этот, происходивший в книге между Доном Родриго, Мондегой и Хуаной, сиротой, патчерицей могильщика, выглядел примерно так. Дон Родриго, девушка, я клянусь тебе перед этими безмолвными свидетелями, что моя любовь так же искренно и глубока, как печаль, витающая над этим полем смерти. Хуана, ах, если бы я смела поверить этим словам! Дон Родриго, мои слова, это крик души благородного рыцаря, для которого слово, святыня, оклятва равносильно вере. Хуана, для меня столько счастья в твоей любви, что не хватает смелости отдаться этому счастью. Дон Родриго, ну скажи хотя бы, что чувствует твоя душа. Хуана, люблю тебя. Дон Родриго, ах, дорогая моя Хуана, Хуана, любимый мой Родриго. Все эти слова были написаны как будто специально для нас. Я аккуратно переписал их в двух экземплярах, а книгу положил обратно под подушку. Затем один экземпляр я дал мариться, а другой оставил себе с тем, чтобы к четвергу выучить весь диалог наизусть и на кладбище тоже говорить о любви. В следующий четверг, когда мы встретились, я прежде всего спросил ее, ну как, выучила? Да. Давай я тебя проверю. Она знала все прекрасно от слова до слова. Тогда я дал ей свой листок, чтобы она меня проверила, и хотя по привычке приобретенной в школе я немного заикался, все-таки прочел довольно складно. И вот после того, как мы убедились, что все идет гладко, мы начали говорить друг другу любовные речи, точь в точь, как Дон Родриго Монтега и Хуана, сирота падчерица могильщика. Все шло замечательно, как у настоящих влюбленных. Она с особой нежностью выговаривала «люблю тебя», и я не заикался, когда отвечал ей «ах, дорогая моя Хуана». И мне и ей это понравилось, и мы решили продолжать в том же духе. Сразу же после свидания я переписал из той же книги другое место, которое было еще лучше, и отдал один экземпляр Марице, чтобы она выучила свою роль к следующему, четвергу. Эх, какой бы это был счастливый четверг, но я не пришел на кладбище, где белокурая гимназистка ждала меня больше часа. Я не смог выучить любовный урок, и поступил точно так же, как поступил бы в подобном случае в школе, то есть не пришел. Лучше уж получить прогул, чем единицу, думал я, не подозревая, что самое опасное в любви это отсутствие одного из влюбленных. Но иначе не могло и быть, так как в нашу любовь вторглись уроки, они могут уничтожить даже ту любовь, которая заканчивается браком. А что уж тут говорить о моей любви, когда известно, что к урокам я питал такое же отвращение, как к хинину, и глотал их только из-под палки, как, впрочем, и хинин. И все же мне очень жаль, что я не пришел на кладбище, так как в этом втором уроке, который мы должны были рассказать друг другу во время свидания, было еще больше нежных любовных слов. Дон Родриго заканчивал свой монолог так. Прильни же, прильни, возлюбленная моя Хуана, груди моей. Пусть наши уста сольются в сладком поцелуе, пусть в этом первом поцелуе сольются воедино наши души. И после этого за одним из надгробных памятников они долго обнимались и целовались. Эта часть урока была для меня особенно приятной, но там же было и совершенно убийственное место, которое я никак не мог выучить. Дон Родриго, чтобы уверить Хуану в своей любви, приводит ее на могилу своего деда и произносит там такую клятву. «Клянусь тебе именем Дон Алгуацила из Ла Фуэнте, который ведет свой род от знаменитого Кастильца Дона Яцинда Нунеце де Каркуэлы, который собственноручно отсек мечом голову Мохаммед Абу Сахибу Барбароси, внук которого Дон Пелажу из Мондонеда с испанцами из Кастильи осадил Гренаду и прогнал за Гибралтар Абу Абдалу Баабдила. Можете себе представить, каково мне было учить такой урок, если над одним единственным словом артаксеркс я ломал язык шесть месяцев, а из-за египетского фараона успретезена три раза получал двойку. Разумеется, после того, как я не явился на свидание, я стал избегать встречи с белокурой-гимназисткой, когда однажды все-таки решился показаться и на глаза было уже поздно. Белокура-гимназистка влюбилась в другого. От третьей до последней двенадцатой любви. Любовь – это разновидность пьянства. Только после того, как человек выпьет первые два стакана, у него появляются аппетиты жажды, и он начинает опрокидывать стакан за стаканом. Примерно так же было и со мной. Не смею вас уверить, я стал настоящим алкоголиком. Еще не отрезвев от прошлой любви, я уже хватался за стакан, который стоял передо мной. Быть может, этим подтверждается моя догадка, что любовь – это такая же привычка, как, например, курение. Есть люди, которые не курят, а много и таких, которые без курения жить не могут. Одни курят в меру, а другие папиросу изо рта не выпускают. Одни часто меняют табак, и поэтому их мучает сильный кашель, а другие, как только заметят, что курение вредно действовать на организм, сразу же бросают, чтобы вернуть утраченный аппетит. Я принадлежал к числу заядлых курильщиков, которые с удовольствием меняют табак, и не успев докурить одну папиросу, сразу же закуривать другую. Свои молодые годы я до Граев наполнял любовью. Пока не случилось то, о чем в народе говорят, повадился кувшин поводу ходить, тут ему и голову сложить. Моя третья любовь уже таила в себе некоторые вполне реальные желания, ничуть не похожие на поглощение спичек и зазубривание испанских имен. Влюбился я в нашу служанку, в которой, если верить весам, было не менее 80 килограммов, и которая всей своей тяжестью наваливалась на мое сердце. Эта любовь вспыхнула во мне, как воспоминание раннего детства, когда я на руках тогдашней нашей служанки на практике постигал азбуку любви. Влияние первых впечатлений было настолько сильным, что, объясняясь Фанни в любви, я чуть было не сказал «Ах, душа моя, разве я могу сейчас думать о шницеле?» «Ну уж, если оставишь, то оставь и салату немножко». «Все мои мысли о тебе, только о тебе, я только и жду той минуты, когда смогу прижать тебя к своей груди. Не беда, что мясо остынет». До сих пор я помню свое неопубликованное стихотворение, относящееся к тому времени. «Я люблю тебя, Фанни, хоть ты толстая с таном. Да, тут есть, что любить мне, я твержу неустанно. На моем бедном сердце ты как груз полновесный. Меня любишь ли, Фанни, ты признайся мне, честно». Ну и эту мою возвышенную идеальную любовь разрушила чужая интрига, что, впрочем, случается довольно часто. Как только родители заметили, что я слишком часто без дела слоняюсь по кухне, они уволили Фанни. За неимением объекта моя любовь была обречена на угасание. Моя четвертая любовь училась в женской гимназии. У нее были черные, жгучие глаза и озорная улыбка. Наша любовь была разновидностью любви на расстоянии. За все время мы не сказали друг другу ни слова, но зато после первых многозначительных взглядов стали переписываться. Положительная сторона такой любви состояла в том, что, занимаясь перепиской, я тренировался в изложении мыслей с гораздо большей охотой, чем при выполнении домашних заданий «Испеки и скажи» или «Познай самого себя». При этом я не только учился излагать свои мысли, но и практиковался в употреблении всех знаков припинания. Я употреблял их все сразу, не жадничал, ни один из них не мог бы пожаловаться на то, что я употреблял его реже, чем другие. Одно из моих любовных писем выглядело примерно так. «Дорогая» три восклицательных знака, «я», «тебя люблю» вопросительный знак, две точки, «всей душой» и точка запятой, «всем» в кавычках «сердцем», запятая, «моим» восклицательный знак, вопросительный знак, «я прошу тебя», «запятая», «чтобы ты», «на это письмо» восклицательный знак ответила «как можно быстрее», вопросительный знак, «любящий тебя, запятая, эх, точка запятой, «догроба», вопросительный знак. Ее письма были без всяких признаков пунктуации, я сразу понял, что она слаба в грамматике, но и эта любовь не кончилась, а просто угасла. В один прекрасный день она вдруг перестала отвечать на мои письма, а потом настал день, когда и я перестал ей писать. Так незаметно, без слез и без вздохов мы забыли друг друга. Моя пятая любовь — это глава из неоконченного сентиментального романа. Я влюбился в одну даму, которая была на двадцать лет старше меня. У нее были такие аппетитные ямочки на щеках, такие мелкие белые зубы и такие сочные губы, что я трепетал всем телом, когда она проходила мимо. Я не смел открыть ей свою душу, боясь, что она будет смеяться надо мной, отчасти опасаясь ее мужа, не внушавшего мне ничего, кроме отвращения. Он казался мне хищным зверем, терзающим в своих лапах молодой лань перед тем, как удушить ее. Себя же я воображал святым Георгием на белом коне, спасающим девицу. В то время я не мог еще знать, что особенное наслаждение бедной девицы испытывают именно в лапах диких зверей. Пятая моя любовь навсегда осталась тайной, и я не рассказывал о ней никому, кроме своей подушки. Оставаясь наедине с ней, я обнимал ее, целовал и говорил ей самые нежные слова, адресованные прекрасной обладательнице сочных губ и аппетитных ямочек. В шестой любви дело, наконец, дошло до поцелуя. Это был мой первый поцелуй. А первый поцелуй это тоже своего рода табель, свидетельствующая о переходе в следующий класс, где изучается высшая математика любви со всеми известными и неизвестными величинами. Пока я не попробовал, я считал, что первый поцелуй лишь несколько более сладкая конфета, но стоило мне прикоснуться губами к чужим губам, как я сразу же в корне изменил свое мнение. Первый поцелуй показался мне бокалом искрящегося шампанского, от которого на губах остается какая-то сладость. В крови вспыхивает безумный огонь, глаза мутнеют и голова идет кругом. И удивительное дело, стоило мне только отделить свои губы от чужих, как я сразу почувствовал, что обладаю опытом, который в любви также необходим, как и во всех других появлениях жизни. Но опыт всегда приносит разочарование. Так было и с этой моей любовью. Впрочем, разочарование это самый естественный, обязательный финал всякой любви. Как ни странно, но я ничего не помню о своей седьмой любви. Знаю, что любил. Знаю, что она меня любила. Помню, что мы клялись и на том свете любить друг друга, а все же не могу вспомнить, кто была она. Как-то раз я встретил очень красивую женщину, которая, взглянув на меня, ласково улыбнулась. И вдруг мне показалось, что это она, моя забытая любовь. Собрав всю свою смелость, я решил заговорить с ней. Сударыня, не можете ли вы вспомнить, был ли я когда-нибудь в вас влюблен? Откуда же я могу знать? А вы должны бы были бы знать, потому что я сам вам об этом говорил. «Вы мне никогда этого не говорили». «Жаль». В другой раз я даже начал уверять одну даму, что именно она любила меня, хотя она, может быть, и не помнит этого. Но она очень уверенно ответила, «Простите, сударь, но у меня есть точный список всех, кого я любила до замужества. Вас в этом списке нет». Словом, несмотря на все мои старания, я до сих пор ничего не знаю о своей седьмой любви. Моя восьмая любовь с начала и до конца была изготовлена по общеизвестному любовному рецепту. У нее были пышные светлые волосы и блестящие черные глаза. Она любила меня всей душой и даже потребовала, чтобы я поклялся ей верности, и сама поклялась мне в том же. Но в один прекрасный день, вскоре после нашей клятвы, влюбилась в другого. Моя девятая любовь была похожа на хорошо известную песню из сборника Вука Караджича, а еще, вернее, на подогретый борщ. У нее были пышные черные волосы и ласковые голубые глаза. Я любил ее всей душой и даже потребовал, чтобы она поклялась мне в верности и сам поклялся ей в том же. Но в один прекрасный день, вскоре после нашей клятвы, влюбился в другую. Моя десятая любовь это веселая трагедия, которую вам не безинтересно будет узнать. Вначале я познакомился с ее мужем. Он пригласил меня в свой дом и сам представил своей жене, разбитной маленькой дамочке, которая глазами говорила больше, чем языком. С первого взгляда я влюбился в нее и чувствовал себя счастливым, когда ее муж приглашал меня в гости. Мне казалось, что и она мне симпатизирует. Во всяком случае, как только мы оставались вдвоем, она становилась намного любезнее со мной, чем в присутствии мужа. Но и муж не уступал ей в любезности. Напротив, он проникся ко мне каким-то особенным доверием, и я считал его самым искренним своим другом. Однажды мы очень долго бродили по заброшенным аллеям парка, и между нами произошел весьма любопытный разговор. «Насколько я мог заметить, вам нравится моя жена?» произнес он спокойным и бесстрастным тоном. Я, ужасно смутившись, почувствовал, что уши мои стали краснее архимандритского пояса. «Я...» это... начал я, заикаясь. «Да, ваша жена очень любезна, я ее очень уважаю». «Да бросьте, пожалуйста, зачем это кривляние?» «Мы с вами достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы говорить откровенно. В ваши годы молодых женщин не уважают, а любят. Разве не так?» «Но... это... как это... если вы сомневаетесь...» «Да я не сомневаюсь, чудак вы, абсолютно не сомневаюсь. Я просто уверен в том, что вы влюблены в мою жену». «Ну, не беспокойтесь, я вам прямо скажу, я не сержусь». «Совсем не сержусь». «Нисколько?» Его слова поразили меня. Разинув рот, я смотрел на него, всем своим видом выражая вопросительные и восклицательные знаки вместе. «Вам трудно меня понять», продолжал он. «Вам, разумеется, кажется странным, что я муж, но...» В эту минуту страшная мысль пришла мне в голову. «А что, если он нарочно завел меня в этот пустынный уголок, чтобы вызвать на откровенность, а потом всадить мне в грудь весь заряд своего револьвера?» «И я всеми силами начал защищаться». «Но, сударь, я вовсе не питаю к вашей жене подобных чувств. Я действительно только уважаю ее». Очевидно, он понял причину моего испуга и поспешил успокоить меня. «Поверьте, я не имею никаких злых намерений по отношению к вам. Боже, сохрани, выслушайте меня и вы поймете». И он заговорил задушевным дружеским тоном. «Видите ли, мой молодой друг, между мной и моей женой становились отвратительные отношения. Больше того, мы стоим на пороге бракоразводного процесса». «Вы?» удивился я. «А вы не верите?» «Да этого не может быть». «Все может быть, мой друг. Пусть вас не смущает то, что я и моя жена так внимательны друг к другу. Мы, видите ли, расстаемся по взаимному соглашению. Она не хочет больше видеть меня, а я не хочу видеть ее. Почему так, не спрашивайте. Но согласитесь, для вас такая ситуация более чем удобна. Если вы добьетесь взаимности, то в один прекрасный день моя жена станет свободной и поступит в ваше полное распоряжение. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо объединить наши усилия. Мы должны по-дружески помочь друг другу». «Помочь друг другу?» «Да, да, со своей стороны я сделаю все, чтобы вам помочь, но и вы должны оказать мне небольшую услугу». Я все еще с удивлением смотрел на этого странного мужа, который между тем продолжал. «Для того, чтобы я выиграл прокоразводный процесс, мне необходимы доказательства, которых у меня нет, но этим доказательством могли бы стать вы». «Я?» «Каким образом?» «Да очень просто. Мне нужны доказательства морального поведения моей жены». «Но не перебивайте меня. Морально она или аморально мне совершенно безразлично, но мне необходимо доказательство, и вы, если бы только захотели, могли бы в этом помочь?» «Не понимаю». «Сейчас поймете. Вы, разумеется, уже объяснились ей в любви, но слушайте, если вы еще не успели этого сделать, вам следует поторопиться. я создам вам условия, но и вы не зевайте, мой друг». Если же она начнет отнекиваться и смущаться, вы не уступаете, действуйте смелее. 90% женщин смущаются в таких случаях просто потому, что так уж заведено. Итак, действуйте смело и настойчиво, объяснитесь и не останавливайтесь. Самое страшное для женщин, если мужчина останавливается на полпути, действуйте смелее, добивайтесь свидания, обязательно тайного. Она, конечно еще больше смутится и скажет вам «Ах, это слишком много, нет-нет», но вы не обращайте внимания, это только фраза, которую женщины произносят с той же искренностью, с какой клянется торговец, говоря вам «Поверьте, мне самому этот товар обошелся недешево». Одним словом, если вы человек настойчивый, вы своего добьетесь и она согласится на свидание. Единственной помехой буду я. Ну уж мы-то с вами всегда сумеем договориться и я, скажем, куда-нибудь уеду. Со все возрастающим удивлением я слушал этого странного мужа. Теперь начинается самое главное. Вы приходите на свидание, а я, как вы уже догадываетесь, никуда не уеду. Я прихвачу с собой двух граждан, свидетелей, и ворвусь в дом именно тогда, когда вы нас меньше всего ожидаете. Вот если бы в этот момент вам удалось быть без брюк, это было бы как раз то, что мне нужно. Жена моя, разумеется, скрикнет и упадет в обморок, а я брошусь на вас, свалю вас, на пол, начну топтать ногами, потом разобью вам нос и выдеру из вашей головы столько волос, сколько может выдрать честный муж, находясь в состоянии невменяемости. Потом я заберу ваши брюки в качестве вещественного доказательства, а вас в кальсонах выдвари на улицу. Все это, разумеется, в присутствии двух свидетелей. Теперь вам все понятно? Но послушайте, ах да, вас смущает то, что мне придется вас поколотить, но тут уж ничего не поделаешь. Любовь требует жертв. В средние века рыцари насмерть шли, чтобы доказать даме сердце свою любовь. А почему бы и вам не стать таким рыцарем и не дать себя поколотить? Ну, посудите сами, как я буду выглядеть в глазах вашей жены. Без брюк вы выглядели бы прекрасно. Затем, когда я стал бы вас бить, вы, конечно, вызвали бы у нее жалость, а жалость, как известно, очень часто является источником самой глубокой любви. Но ведь вы отводите мне весьма незавидную роль. Ах, дорогой, скажите мне, вы в математике разбираетесь? Плохо. Оно и видно. Здесь же совершенно точный расчет. Допустим, моя жена, как морально чистая, непорочная, честная женщина, выиграет процесс. А ведь она молода и хорошо собой. Вы знаете, что тогда будет? Да за нее сразу все ухватятся и уведут ее у вас из-под носа. А вот если вы мне поможете, будет совсем другое дело. Моя жена проиграет процесс, как безнравственная, скомпрометировавшая себя, женщина. И что же ей тогда останется? А останетесь вы, понимаете ли? Вы. В словах этого человека была железная логика. Жаль только, что она покоилась на кулаках. Прощаясь, он пригласил меня зайти к ним после полудня. Но когда я пришел, хозяина не оказалась дома. Очевидно, он решил, что мы уже заключили договор и сделал все от него зависящее, чтобы создать условия для моих первых шагов. «Я же принял совсем другое решение. Такую женщину нельзя обманывать. Я попросту решил рассказать ей о своем разговоре с ее мужем. Я хотел бы объясниться с вами откровенно. Я хочу сказать вам многое, очень многое». Возбужденно начал я. «Вот как?» «Да», пробормотал я, не зная, с чего начать. «Видите ли, вы знаете, что это, как я вас уважаю. Благодарю вас. Но чувство, которое я называю уважением, в нашем возрасте называют иначе». «Да неужели? Вот не знала. А нельзя ли узнать, как оно называется?» спросила она, и глаза ее засмеялись. Несколько секунд я молчал, а затем, собравшись духом, выпалил. «Это чувство называется любовью». «Так-так», спокойно сказала она. «Вообще говоря, я ожидала этого». «Ожидали?» испуганно пробормотал я, полагая, что ее муж опередил меня. «Да, я поняла это по вашим глазам, по вашему поведению, по всему. Но вы хотели бы узнать мой ответ?» «Да», еле слышно прошептал я. «Вы очень нетерпеливы. Я отвечу вам только тогда, когда вы на деле докажете мне свою предность». «О, если бы вы дали мне возможность доказать ее». «Разумеется, я дам вам такую возможность и очень скоро», сказала она, немного помолчав, продолжала. «Видите ли, дорогой друг, в настоящее время между мной и моим мужем установились отвратительные отношения. Больше того, мы стоим на пороге бракоразводного процесса. Я знаю, для вас это несколько неожиданно, поскольку я и мой муж так внимательны друг к другу. Мы расстаемся по взаимному соглашению. Он не хочет больше видеть меня, а я не хочу видеть его. Почему так, не спрашивайте. Но если чувства, которые вы мне сейчас открыли действительно искренне, то я думаю, такая ситуация вас более чем устраивает. Только вы должны помочь мне в моей борьбе против мужа. Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу. Мне необходимо иметь как можно больше доказательств моего благопристойного поведения. У меня, разумеется, есть доказательства, но мне нужны неопровержимые факты, так как мой муж сделает все для того, чтобы меня опорочить. Именно об этом я и хотел вас предупредить. Итак, вот вам мой план. Я назначу вам день, час свидания. Сама спрячу в соседней комнате двух свидетелей. Разумеется, они не будут ничего знать о нашем уговоре. Вы смело и громко заявите мне о своей любви, а я начну вас урезонивать. Скажу вам, что я уже замужем, что я честная женщина, но вы не обращайте на это внимание и попытайтесь меня поцеловать. Тогда я подниму ужасный крик. Те двое, надеюсь, поспешат мне на помощь, а как только они появятся в дверях, я дам вам звонкую пощечину. Начну рвать ваши волосы, ногтями сцарапаю вам лицо, а потом попрошу тех двоих граждан хорошенько проучить вас и выбросить на улицу. Вы представляете, каково было мое положение? И надо же мне было встретить такую кровожадную парочку. Да и потом, с какой стати я должен был подставлять свою спину для урегулирования их отношений. Ведь вы же видите, кого бы я не поддержал, мужа или жену, мне все равно не избежать зуботычины подзатыльников. Вся разница только в том, что в одном случае я был бы избит в брюках, а в другом без брюк. После долгих размышлений я решил, что бегство будет самым лучшим выходом из этой любви и создавшегося положения. Так я и сделал. Спустя несколько месяцев я встретился с ними на улице. Молодая чета, чья тяжба должна была разбираться церковным судом, шла под руку, а рядом с ними шагал молодой господин. «Куда же это вы пропали?» в один голос закричали и муж, и жена, как будто каждый хотел сказать, что это вы ускользнули, когда мы все так хорошо устроили. Я кое-как извинился и с искренним сожалением посмотрел на несчастного юнца, которого, конечно, они решили использовать в качестве доказательства вместо меня. После столь бурной любви моя двенадцатая любовь была очень тихая, я бы сказал, даже набожная. Она действительно напоминала иконы. У нее было вытянутое бледное лицо без единой морщинки, лоб, длинные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, крошечные алые губки и добрые глаза под длинными ресницами. Словом, она была живым воплощением необычайной кротости, скромности и стыдливости. Когда я признавался ей в любви, она сначала опустила глаза, потом покраснела, зажмурилась и долго-долго молчала. Наконец, она подняла голову и проговорила, «То, что вы сейчас сказали мне, вы никогда больше не будете говорить». А когда я пожал ей руку, она опять сначала опустила глаза, потом покраснела, зажмурилась и долго-долго молчала. Наконец, она подняла голову и проговорила, «То, что вы сейчас сделали, вы никогда больше не будете делать. Хорошо, но как же в таком случае я смогу выразить вам свою любовь? С меня достаточно того, что я вас вижу, и я прошу вас довольствоваться тем же. Так вся наша любовь и состояла в молчалимом разглядывании друг друга. Я смотрел на нее, а она смотрела на меня. Но настал такой день, когда я не увидел ее, а она не увидела меня. Так мы друг друга больше и не видели. Одним словом, моя двенадцатая любовь была чем-то вроде диеты или поста, который давно уже был необходим для моего желудка, испорченного обилием любовной пищи. С христианским смирением я выдержал этот пост. Необходимо было диеты и укрепить желудок, чтобы суметь переварить тринадцатую любовь. Кью точка, би точка, эф точка, эф точка, эф точка, эф точка, эс точка. Кью, би, эф, 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 эс, пишут обычно в верхнем углу докторского диплома. Кот бонум фаустум феликс фортунатум куа сит, что в вольном переводе означает «в добрый час» или «но слава Богу, что только раз». Кажется, так восклицает и университет, когда он прощается со студентами, надоевшими ему своим учением, и студенты, когда они прощаются с университетом, надоевшим им своими мучениями. На дипломе, который я получил после окончания университета, не было вышеупомянутых букв, но, увидев сей документ в своих руках, я от всего сердца воскликнул «QBFFS». В верхнем углу моего диплома, пожалуй, следовало бы написать слова, принадлежащие нашему преподавателю уголовного права. Многие достойные наказания дела в известном месте и при известных обстоятельствах не подлежат наказанию, поскольку общество уже легализовало их с помощью предрассудков, заблуждений, обычаев, привычек, а иногда и с помощью закона. Читатели, вероятно, не будут возражать, если я перейду прямо к тому времени, когда мне вручили диплом об окончании университета, ибо если я вздумал писать обо всех предметах, изучаемых в университете, как это делал в предыдущих главах о средней школе, то эта книга превратилась бы в своеобразную энциклопедию, в которой о каждой науке говорилось бы ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы ничего не знать. И кто знает, не подвергли бы я, себя и своих читателей еще большей опасности, если бы стал говорить о каждом предмете в отдельности. Это могло бы вызвать полемику между профессорами, а всем известно, как бесконечно и скучны такие споры. Помню редактора газеты, разрешившего одному профессору написать пару слов об учебнике другого. Он даже не представлял себе, какая змея ужалила его в тот момент, ибо раз он допустил нападение, то вынужден был напечатать и ответ, а затем ответ на ответ, ответ по поводу ответа на ответ и так далее. До бесконечности. Оба профессора захватили у бедного редактора половину газеты, и на протяжении нескольких лет изо дня в день ругали друг друга. Читатели стали открыто выражать свое недовольство, подписчики отказывались от газеты, а редактор в отчаянии рвал на себе волосы. Наконец, чтобы спастись от этой напасти, он закрыл газету и переселился в какой-то провинциальный городишко, где не было профессоров, но перед тем, как сделать это, получил гарантию от министра просвещения в том, что в городишке в ближайшем будущем не откроют гимназию. Один американский редактор оказался еще более практичным. Ограждая себя от подобных случайностей, он под заглавием своей газеты напечатал такой подзагорловок. «Газета публикует все, кроме профессорских дискуссий». Чтобы избежать возможности полемики, я лучше перескочу университет, как перескочил его в жизни, в один прекрасный день оказавшись с дипломом за воротами университета. Покидая канцелярию ректора, где мне вручили диплом, и спускаясь по ступенькам лестницы, я думал, «Теперь передо мной открыты все пути. Мне принадлежит весь мир. В моих руках ключ, который открывает любые двери. В моих руках волшебная лампа Алладина, перед которой расступаются горы. Мне стоит лишь захотеть, и диплом поведет меня всюду, куда захочу». Но очутившись на улице за воротами университета, я никак не мог решить, идти мне вправо или влево. Развернув еще раз диплом, я перечитал его здесь, на улице, и только тогда понял, что он не дает мне ничего, кроме возможности стать чиновником или приобрести свободную профессию, стать адвокатом, журналистом или артистом. Чиновник, поистине заманчивое призвание, от себя требует, чтобы ты не думал, и за это платят соответствующие жалования. Достаточно уметь сгибать бумагу и гнуть спину, иметь высокое мнение о своем начальнике и ни во что не ставить его предшественника, заискивать перед вышестоящими и издеваться над подчиненными, натренировывать уши, чтобы они не все слышали, а глаза, чтобы они не все видели. Уметь, когда нужно отыскать в черном кое-что белое и в белом кое-что черное. Уметь читать между строк, смотреть сквозь пальцы, держать язык с зубами, смеяться, если тебя унизили, благодарить, если обругали, и быть по гроб обязанным, если наградили. И если ты всем этим овладеешь и все переживешь, то проживешь сто лет и обязательно дождешься полной пенсии. Адвокат, поистине заманчивое призвание, теоретически ты должен защищать невинного и обвинять виноватого, а на практике защищать виноватого и обвинять невинного, ибо если поступали бы так, как предписывает теория, адвокаты были бы не нужны. Невиновного, если он не виноват, и защищать не надо, а виноватого, если он виноват, закон может осудить и без адвоката. Поэтому лучше не иметь дела ни с невиновными, ни с виновными. Тем более, что очень трудно определить, кто прав и кто виноват, а заниматься лишь продажей советов. У адвокатов счастливое преимущество, только они дают советы за деньги, тогда как все остальные, родители, учителя, профессора и друзья дома дают их бесплатно. И что самое главное, если ты приходишь к адвокату как покупатель, то ты не можешь пощупать совет и сказать, а нет ли у вас в запасе более качественного товара? Не можешь вернуть совет, говоря при этом, послушайте, сударь, ваш совет прокис и покрылся плесенью. Нет, на это ты не имеешь никакого права, нравится тебе совет или не нравится. И вы только представьте себе, какая была бы злая ирония судьбы, если бы я, никогда не слушавший ничьих советов, вдруг стал бы торговать ими. Журналист поистине заманчивое призвание. Слова, которые у нас так дешевы, что их даже не пытаются экономить, швыряют на ветер, разбрасывают, раскидывают. Ты превращаешь в один из видов товара и продаешь по высокой цене. Ты можешь совсем ничего не знать и все же прослыть человеком, который все знает. Тебе не нужно быть умнее тех, кто все время молчит, и все же ты будешь говорить от их имени. А сколько магической силы в этом призвании. Только притронешься к чужой тайне, и она сразу перестает быть тайной. Только притронешься к чьей-нибудь хорошей репутации, и она сразу перестает быть хорошей. Только заденешь чье-нибудь спокойствие, тот, кого ты задел, теряет покой. Ты будешь превращать воду в вино, а вино в воду, черное замазывать белым, а белое черным. Мертвых лазарей вытаскивать из могилы, живых загонять в нее. Ты сможешь отмыть без мыла, побрить без бритвы и зарезать без ножа. Артист! Поистине заманчивое призвание. Призвание возвышенное, далекое от всего обыденного и будничного, за исключением театрального кассира. Призвание воочию, убеждающее в том, что открыто произносить великие слова правды и любви, говорить обо всем подлинно прекрасном и возвышенном можно лишь тогда, когда эти слова покрыты и окружены ложью. Храмы, дворцы, города и леса на размалеванном полотне, бумажные короны, позолоченые одежды, деревянные шпаги, притворные вздохи, лживые слезы, ложные страсти и фальшивые радости. Все это предназначено лишь для того, чтобы можно было произнести те великие, вечные слова. Где счастливое детство, когда перевернутая корыда служило троном, на котором сидел царь в потертых штанах, взорванном на локтях, пальтишки и в шапке с гусиным пером. И все же детское воображение видело на его плечах горностаевую мантию, а на голове корону, верило, что на корыте сидит помазанник Божий и со страхом и почтением шептало «Ваше величество». Взрослые называют это детской наивностью, насколько фальшивой наивности и ложной мишуры требуется, чтобы показать то, что дети создают игрой воображения. И, вероятно, потому, что каждое великое слово правды артисты преподносят в пестром орнаменте лжи, их называют священными служителями талии. Когда я впервые еще ребенком услышал, что артистов называют священнослужителями, я представил себе это так. Тот, кто играет любовников, должно быть архимандрит. Тот, кто играет роль пройдохи и интригана, должно быть окружной протеерей. Тот, кто исполняет комические роли, должно быть председатель консистории. А тот, кто подвизается в роли королевича Марка и размахивает палицей, должно быть дьякон, так как и наш дьякон во время службы так размахивал кадилом, словно в руках у него была палица. Позднее я понял и согласился, что артисты действительно священнослужители, только у них нет церковных приходов, чинов и красных поясов, потому что этот пояс все равно бы не удержался на тощем животе. В призвании артиста особенно приятно то, что он может выполнять свой долг и служить обществу, надев на себя маску. То же самое, конечно, в жизни делают и все остальные, а разница между ними и артистом заключается лишь в том, что артист надевает на себя маску, соответствующую его роли. На эгоизм он надевает маску эгоизма, на злобу, маску злобы, на подлость, маску подлости, а в жизни происходит иначе. Там роль играют одну, а маску надевают другую. Политический делец, например, на свой эгоизм напяливает маску патриотизма. Насильник пытается предстать в образе борца за правду, богач прикрывает свое ростовщичество маской добродетель, распутница на свой опыт надевает маску наивности, а злобный враг дает вам советы, прикидываясь другом. И когда прошли передо мной все эти призвания со всеми своими достоинствами, я все еще стоял с дипломом в кармане, не зная, куда мне идти, кем стать, адвокатом, журналистом, артистом или чиновником. Говорят, что в трудные моменты лучше всего обратиться к опыту, но я не верю в его всемогущую силу. Говорят, опыт отец мудрости. Может быть, но в таком случае легкомыслие мать опыта, так как если бы не было легкомыслие, то не было бы и опыта. Расспросил я, где находится канцелярия опыта и в какое время он принимает посетителей и отправился прямо туда. У меня есть диплом об окончании университета, дающий мне право стать адвокатом, журналистом, артистом или чиновником. Остальные профессии для меня закрыты, но я не знаю, что мне выбрать. Иди на государственную службу, отвечает мне опыт. Но я бы хотел выбрать какую-нибудь свободную профессию. Какую? Ну, скажем, адвоката. Адвоката? Удивился опыт и высоко вскинул брови. Если ты станешь строго придерживаться закона, то будешь всю жизнь ходить голодный, а если ты собираешься обходить законы, то тебе, брат, вовсе незачем идти в адвокаты. Иди в лес и грабь прохожих. Так ты быстрее выйдешь в люди, никакие дипломы тебе не нужны. Или, может быть, ты хочешь защищать невиновных или виновных? Но невиновные мало платят, а у виноватых мелких денег не бывает. Или, может быть, ты хочешь давать советы женам, как лучше разводиться с мужьями, или квартирантам, как не платить за квартиру, или председателям сельских общин, как избежать суда за растрату общественных денег. Но ведь все это мелочи. Другое дело, если к тебе в лапы попадается несколько братьев, унаследовавших богатство отца, да еще, если тебе удастся их поссорить. Знаешь, если братья начнут судиться, то будут судиться всю жизнь, а ты, как адвокат, станешь настоящим наследником всего их имущества и заживешь, как бог. Да, но такие случаи очень редки, и вряд ли можно на это рассчитывать. А журналист? Журналист? Утювился опыт, и опять брови его полезли на лоб. Действительно, выражать общественное мнение это мужское призвание, но все же и в этом мужском призвании очень много чисто женских особенностей. Хороший журналист, прежде всего, должен быть очень любопытным, должен совать свой нос в дела, вовсе его не касающиеся. Он должен быть острым на язык, а также, что особенно необходимо, уметь преувеличивать. А если преувеличение ежедневно доставляет ему большое удовольствие, коняются за ним полицейские с повестками, оскорбленные с револьверами, нападают на него женщины и избивают зонтиками, ему пишут анонимные письма, ругают его, и в награду за все это его труд высоко ценят и низко оплачивают. А артист? А артист? Да. Действительно, сказал опыт, и брови у него опять полезли на лоб. Действительно, много правды лживости этого призвания и много лжи в правде его. А слава? Изобвение? Аплодисменты, овации? И свист? Венки? И пустой желудок? И все же артист это любимец публики? Какой публики и до каких пор? Есть две публики. Одна рукоплещет твоему таланту, а другая твоей молодости. Первая забудет тебя, едва ты сойдешь со сцены, а вторая, как только на твоем лице появится первая морщина. И тогда что же вы предлагаете? Все пути ведут на государственную службу. Обратись к матушке Держави, и она, как дойная корова, разрешит тебе подоить ее. Каждого 26 числа она будет совать тебе в рот сосок, а ты подставляй рот и ни о чем не беспокойся, соси. Но, возражаю я, неужели я ни на что больше не способен, кроме государственной службы? Ах, брат, государство тебя учило, и ты должен отплачивать ему за свое учение. Ведь не думаешь же ты, что твой диплом представляет какую-нибудь ценность для ломбарда, или что он настолько ценен, что мог бы котироваться на бирже. Нет, брат, диплом только для государства имеет ценность. Опыт есть опыт. Ему, конечно, нужно подчиняться. В один прекрасный день постучал я в государственные двери. Встретил меня государственный человек с обеспеченным будущим и подбородком, выдающим в нем государственного сосунка. Взглянул он небрежно на диплом, который я ему подал, и размеренным голосом проговорил «Нет мест, чиновников у нас достаточно». Я был в отчаянии, но мне сказали, что у государства много дверей, а не одна, как я думал раньше. Стал я стучать во все государственные двери по очереди, но всюду выходили ко мне государственные люди с обеспеченным будущим и с внушительным подбородком, и всюду эти люди небрежно заглядывали в мой диплом и говорили «Нет мест, чиновников у нас достаточно». Окончательно разочаровавшись, я опять вспомнил про опыт и отправился к нему. «Государству я не нужен». «А ты стучался?» «Стучался?» «Во все двери». «Во все?» «И что говорят?» «Ничего. По-моему, их смущает диплом». «Может быть, вполне возможно», сказал опыт, словно размышляя о чем-то. «Действительно, я забыл сказать, что диплом может тебе помешать. Образование государство ценит невысоко. Наоборот, гораздо больше ценит невежество. университетский диплом это слишком большая роскошь в Сербии. Ступай-ка опять к тем же дверям, но послушай меня, держи в тайне, что ты окончил университет. Скажи, что у тебя нет образования, что ты только понюхал школы и увидишь. Везде тебя прекрасно встретят, везде возьмут на службу, везде предложат работу». Окрыленный, новой надеждой, я зашил диплом в подкладку пальто и опять постучался у государственных дверей. «Господин начальник, начал я очень осторожно, чтобы человек с обеспеченным будущим и внушительным государственным подбородком ни по одному моему слову не мог догадаться, что я окончил университет». «Пришел я к вам проситься на службу?» «Что, окончил?» «Да, всего четыре класса гимназии, но не сдал экзамены». «А писать умеешь?» «Не так, чтобы очень, но я подучусь». «Конечно, конечно», говорит начальник. «Будешь стараться, подучишься». «Я вот сам окончил только два класса гимназии, а видишь, какой я человек?» Таким образом получил я первую государственную должность практиканта и, работая, старался проявить как можно больше безграмотности, что обеспечивало мне блестящую карьеру. И я, может быть, и в самом деле сделал бы карьеру, если бы мои коллеги-чиновники не пронюхали где-то, что я окончил университет и не донесли об этом начальству. Вышестоящие сразу же взяли меня на заметку и начальник сказал даже, что я фальсификатор, переделавший университетский диплом на свидетельство об окончании четырех классов гимназии. Начали меня преследовать и, в конце концов, изгнали. Но я, с тех пор, как узнал пути, какими добывают службы, уже не так легко поддавался отчаянию. Подождав некоторое время, пока в правительственных кругах забыли, что я окончил университет, я отправился к начальнику другого министерства. Господин начальник, подобострастно начал я, изложил свою просьбу. Кем ты был до этого? Капралом. А ты когда-нибудь учился? Немножко, в армии. Ну и достаточно, брат, вполне достаточно. Я сам был жандармским поручиком, и вот, слава богу, если бы повстанцы Карагеоргия были грамотными, никогда бы наша страна не освободилась. Правильно, воскликнул я, восхищенно. Примечание. Карагеоргия 1752-1817 годы, вождь восстания против турок 1804-1813 годов. И я опять попал на государственную службу, где на этот раз, может быть, пошел бы далеко, если бы не начали против меня бешеную кампанию. Сначала к министру стали приходить анонимные письма, в которых сообщалось, что я окончил университет, а потом газета «Голос», орган нашего министерства, начала открыто писать «Не может быть прогресса в подведомственной нам отрасли до тех пор, пока в ней работают люди, окончившие университет». А потом движение приняло такие широкие размеры, что даже скупщине был сделан запрос. Знает ли господин министр, что на государственную службу пробрался человек, окончивший университет? После этого, разумеется, житья мне не стало, и в один прекрасный день я опять очутился на улице с QBFFS. Чтобы успокоить свою совесть, я вставил диплом в рамку и повесил его рядом с другим, тоже вставленным в рамку дипломом, свидетельствовавшим о том, что я принят члены певческого общества. Сделав это, я решил, что нашел наконец достойное место своему диплому и опять задал себе вопрос налево или направо, в адвокаты, в журналисты, в артисты. И все же государство, как родная мать, оно может поступить с тобой несправедливо, но зато и приласкает потом, чтобы загладить свою вину перед тобой. Так было и со мной. Увидев, что я задумался о своей дальнейшей судьбе и предполагая, что я еще долго буду раздумывать над этим вопросом, государство поспешило на помощь, чтобы дать мне возможность обдумать, чего же я хочу. Оно отправило меня в пожаре в адскую тюрьму, объявив приговор, по которому мне предоставлялась возможность два года размышлять, сидя в четырех тюремных стенах. Поистине, редкая забота со стороны государства. Тюрьма Первым в новом обществе ко мне подошел ярмарочный воришка, подмигнул мне, как бы желая сказать, мой знакомый по оранжеловскому рынку и по-приятельски протянул руку. Добро пожаловать, новичок. Рад тебя видеть, приятель. Поймали, брат, а? Поймали? Поймали. А ты в другой раз смотри, когда руку в сужой карман суешь. Вот и меня поймали, но я хотел кошелек срезать, а это дело малость потяжелее. Меня не за то осудили. Не за то, удивился карманник. А за что же? Может, злонамеренный поджог? Нет, брат. Или как малолетнего за соучастие в убийстве? Нет, не то. Так за что же? Стихотворение одно написал. Стихотворение удивился карманник. Об этом, приятель, кому другому расскажи. Я серьезно говорю? Ты еще скажи, что тебя посадили за то, что пошел в церковь на святую литургию? Не хочешь, не верь. Первый раз такое слышу, а что же, каждого, кто напишет стихотворение, непременно отправляют на каторгу? Надо бы, но, знаешь, многим удается выкрутиться, и обычно на свободе остаются как раз те, кто пишет плохие стихи. А ты хорошие написал? Члены и Верховного и Кассационного суда утверждают, что хорошие. А сколько тебе дали? Два года. Ай-яй-яй, мне за кражу и то год. Должно быть скверно это дело, писать стихи. Разумеется, скверно. Пока пишешь, мучаешь себя, потом мучаешь редактора, чтобы напечатал, потом мучаешь тех, кто читает, прокурор мучается, ему нужно тебя обвинить, и, наконец, судьи мучаются, им нужно тебя осудить. А разве у тебя не было смягчающих обстоятельств? А ты в этом разбираешься? Как же мне не разбираться? Я ведь не первый раз. Я весь уголовный кодекс наизусть знаю. Так как же? Были смягчающие обстоятельства? Были. Какие? Безупречные репутации. Это, брат, отягчающие обстоятельства. У нас человек с безупречной репутацией обязательно пострадает, а вот сомнительный может еще как-нибудь и выкарабкается. За того и адвокат заступится, и окружной начальник, и председатель окружной партийной организации. Вот мне, например, сомнительная репутация помогла, и меня осудили всего лишь на год. А ты, конечно, осознался? Да. Ах ты, я как чувствовал. Это тоже отягчающее обстоятельство. Когда тебя на месте преступления поймают, это я понимаю, тут приходится осознаваться, но если ты признаешь свою вину тогда, когда тебя правда, в приговоре пишут, что признание учитывается как смягчающее обстоятельство, но тебя самого вместе с этим обстоятельством отсылают на каторгу. Верно. Ну, а выйдешь отсюда, опять стихи писать будешь? Больше не буду. Ну, и правильно. Никакого проку нет, только в тюрьму понапрасну сажают. Ты лучше, если хочешь, послушай, что я скажу. Как тебя отсюда выпустят, давай вместе делом займемся. Каким делом? Кошельки на базарах срезать. Знаешь, когда вдвоем легче получается. Ты, скажем, заговариваешь ему зубы или прикурить попросишь, а я в это время кошелек чик и до свидания. Потом поделим. Нет, такое дело не по мне. Почему? Я университет кончил. Университет? Ну, так повесь его кошке под хвост. Вот университет, который ты здесь закончишь, может быть, еще и принесет тебе что-нибудь в жизни. А тот, который ты закончил, повесь кошке под хвост, что он тебе даст? Я могу стать большим чиновником. Для этого сначала надо научиться срезать кошельки. Я могу быть министром? Может, но и этого тебе не достигнуть, пока не научишься опустошать кошельки. Думаешь, так и пройдешь всю жизнь с университетом да со стихами. А ну, давай, ты пиши стихи, а я буду воровать, а лет этак через двадцать встретимся. Запомни, встретимся, и если я к тому времени не буду депутатом скупчины, то уж, по крайней мере, буду председателем учредительного или контрольного совета какого-нибудь банка. Ты пройдешь мимо меня в истертых брюках и с истертым умом и скинув предо мною шапку, поклонишься, выразишь мне свое почтение и предложишь за пятьдесят динаров написать поздравление в стихах ко дню моего рождения. Верю, появится, может, к тому времени одна или две книжки стихов за твоей подписью, но к тому времени появятся уже сотни тысяч акций с моей подписью. С каждым днем цена на твои книжки будет падать, а цена на мои акции будет расти. Твою книгу оценят по достоинству двое-трое таких же, как ты, а мои акции будут цениться даже на бирже. Над тобой будут смеяться, когда ты пойдешь по торговой улице, а обо мне будут говорить с уважением. Не так ли? В глубоком изумлении я слушал этого жулика, с которым мне действительно предстояло встретиться через 20 лет. Ну, а раз ты это признаешь, то скажи сам, какой, по-твоему, университет для жизни нужнее? Тот ли, который ты закончил, или этот, который я сейчас заканчиваю? Подумай хорошенько, подумай. И я думал, долго думал, так как тюрьма, пожалуй, самое подходящее место для размышлений. А размышление это единственное бесплатное и безопасное развлечение человека. Только нужно уметь думать. Много еще на свете людей, которые и этого не умеют. Моя теперешняя кухарка, тетя Лена, утверждает, например, что не умеет думать так же, как не умеет готовить кнедли с сыром и пироги с орехами. Ну, хорошо, тетя Лена, а в молодости вы ведь, наверное, умели думать? Нет. Вы ведь вдова, значит, вы были замужем. Так неужели перед свадьбой, когда вы решали выходить или не выходить за покойного, неужели вы тогда не подумали? Нет. Как же так? Да мы с покойником еще до этого друг друга узнали, а как наше знакомство на седьмой месяц пошло, тут уж я без раздумий за него вышла. Хорошо, это действительно вполне возможно, но когда вы познакомились с покойным, и когда вас это знакомство должно было довести до седьмого месяца, неужели вы тогда не подумали? Нет. Как же? Да в такие моменты обычно не думают. Вы с мужем прожили один год и остались довой, без защиты, без опоры, а жизнь такая трудная. Может быть, вы хоть в то время о чем-нибудь думали? Нет, я и тогда не думала. Почему? Молодая была и красивая. Конечно, конечно, но, тетя Лена, с тех пор прошло много времени, прошла и молодость, и красота, и, вероятно, вы часто попадали в положение, когда было над чем задуматься? Было, но я не думала. Не умею, не учили меня, потому и не умею. Как же так, не умеете? Вот так. Весь день на работе, те уж тут думать, все думы на вечер оставляю, а вечером, как лягу, укрой с головой и говорю сама себе. Ну, давай, Лена, подумаем о том-то и о том-то. И поначалу вроде получается, а потом, как начнут мысли друг друга перегонять, и сама не заметишь, как улетишь три девятая царства. Вот так не умею думать и все. Но подобные случаи не единственные. Один начальник канцелярии признавался мне, что он не умеет думать, в чем очень легко меня убедил. Но все же из учтивости я спросил, да как же так, бог-то мой? Вот так, сударь, не умею. Принесу я домой бумаги по какому-нибудь важному делу, о котором нужно хорошенько подумать, прежде чем докладывать министру. Говорю себе, о, об этом следует серьезно подумать. Раскладываю бумаги на столе, опускаю голову на руки и начинаю думать. Но ход мысли у меня развертывается примерно так. Иск акционерной компании. Спор ни в коем случае не административный, следовательно. Молодой инженер опять проходил мимо дома, а моя жена, кажется, смотрела в окно. Вообще-то... Только бы мне узнать, зачем это Антония Джорджевич надстроил третий этаж в своем доме. Ведь если принять во внимание, что... Надо бы завтра напомнить господину Паничу, чтобы он не смел больше приводить свою охотничью собаку в канцелярию. И так, да чего же мы докатимся, если все чиновники начнут приводить своих домашних животных в канцелярию? Что-то вообще-то... Надоел мне этот красный перец. Надо завтра сказать, нате, чтобы приготовил, ну, скажем... Да, хорошо, а зачем? Пяткович вдруг объявил банкротство. Дела у него шли отменно. Или это может быть... И тут вдруг вздрагиваю, вспоминая, что передо мной бумаги, и я собирался над ними серьезно подумать. Встряхнусь, возьму себя в руки и снова принимаюсь размышлять. Иск акционерного общества, спор ни в коем случае не административный. Следовательно, кто же написал анонимное письмо министру по спекуляции дровами, предназначавшимися для отопления министерства, не иначе, как Арса, писарь из третьего отделения. А этот самый Арса... Жаль, что сломался монетарный мундштук. Я так его любил. Как бы подкараулить этого инженера возле окна, да вылить ему на голову стакан воды. Вот так и идет. А все от того, что не умею думать. А каким замечательным госпиталем для тех, кто не умеет думать, могла бы быть тюрьма, хотя правительство предназначило ее только для политических преступников, то есть как раз для тех, кто умеет думать. Совершенно изолированный от шумной жизни, от людской суматохи и движения, человек между четырьмя тюремными стенами, подобно одинокому, как Робинзон, хранителю маяка, наблюдающему, как бушует стихия у подножия его убежища, погружается в свои собственные мысли, которые словно рефлектор освещают все предметы вокруг. А какая удивительная панорама открывается перед глазами, если посмотреть на мир сквозь такую линзу, как глазок тюремной камеры. Жизнь, как река в половоде течет, не разбирая дороги, уничтожая преграды, размывая берега, смывая плотины, заливая луга и унося с собой все, что встретит на своем пути, все, что не может устоять. Целая толпа человеческих достоинств и слабостей продефилирует перед линзой этого удивительного бинокля. Сколько нового, сколько интересного и сколько правдивого, чего невозможно увидеть простым глазом. Я все это видел тогда, когда сам был на той же стезе, но отсюда, сквозь увеличительное стекло, все выглядит совсем иначе. Вот, например, невинность в короткой юбке выше колен, в ажурных чулках, сквозь которые просвечивает розовая кожа, в прозрачном платье, сквозь которые видны очаровательные изгибы тела и декольтированные так, что видны полные груди. Вот честность надела смирительную рубашку, напялила на голову пестрый колпак с бубенцами и скачет, сливаясь истерическим смехом и выкрикивая что-то несуразное. А вот и благотворительность выпитила сытая брюхо, как уроженица, задрала голову и только глазами по сторонам водит, в ожидании, пока люди скинут перед ней шапку и поклоняться в пояс. А вот сразу следом за ней тщеславие, скорее голое, чем одетая, тонкая кожа обтянула кости так, что каждое ребро видно, высохшие груди, гнилые зубы, щеки, горящие неестественным румянцем, а на бровях по полпуда сажи, как у тех девок, которых ловят по улицам ночные патрули. Вот и гордость нацепила сразу три лиси хвоста, воткнула в шляпу несколько раскрашенных гусинов перьев, задрала голову и становится поперек дороги каждому третьему прохожему. Вот и злоба, со вкусом одетая, любезная, предупредительная, с обворожительной улыбкой на губах и с кошачьим взглядом. Вот и старая дева справедливость заменила выпавшие зубы вставными, задрала юбку так, что видно грязное нижнее белье, нацепила на нас темные очки, чтобы спрятать от людей свои косые глаза, подсунула подливчик по клубку шерсти, чтобы продемонстрировать опавшие груди, которые по сей день еще сосет человечество. А вслед за ними и многие, многие другие патриотизм, лицемерие, эгоизм, добродетель, порог, ложь и истина и все прочее, что вблизи, когда ты рядом с ним, кажется совсем не таким, каким видишь его сквозь линзу бинокля. Линза, глазок тюремной камеры, обладает и другой особенностью настоящего бинокля. Когда смотришь через маленькое стекло в большое, предмет уменьшается и наоборот. Это очень интересный эксперимент, но его очень легко проделать с таким биноклем, как глазок тюремной камеры. Посмотришь, например, на какого-нибудь политикана с одной стороны и видишь политического деятеля, великого государственного деятеля, чье каждое слово означает эпоху в развитии государства, чьи каждый шаг это шаг истории. Толпы людей преклоняются перед его мудростью. Такие деятели заменяют олимпийских богов, живших когда-то среди людей. А повернешь бинокль, посмотришь с другой стороны и увидишь жалкого государственного чиновника, увидишь себе любца, каждое слово которого пропитано расчетом и лицемерием, каждый шаг которого очередная попытка ограбить. Толпы платных агентов кланяются ему, превозносят его, а он, как менял из ветхого завета, сошел в храм господний в надежде поторговать. А бывает и так, с одной стороны видишь увеличенное в несколько раз благородство известного мецената и филантропа, его заботливая рука смягчает, всякое несчастье и горе, его благородное сердце отзывается на всякую невзгоду, он уже много слез осушил, многие страдания облегчил, многие несчастья отвел, обездоленный считает его при жизни святым, и душе его после смерти уже обеспечено место в раю. А поверни бинокль, и увидишь закоренелого злодея, замучившего поборами многих бедняков, дотла разорившего многие, многие семьи, отнимавшего последний кусок у ближнего, а теперь с помощью мелких податчик рекламирующего в газетах свое благородство, не затем ли, чтобы усыпить свою совесть и усыпить бдительность представителей власти, которые сквозь пальцы смотрят на бездушных злодеев, спрятавшихся под масками благодетелей. Затем можешь увидеть великого литератора или ученого, от которого всегда ждут последнего слова, имя которого в любом списке пишется первым и произносится с уважением. Люди, окружающие его, удивляются и тому, что он уже написал, и тому, что он еще напишет. Лавровый венок украшает его чело, и двери пантеона широко распахнуты перед ним, а повернешь бинокль другой стороной и увидишь обычного профессора, какие у больших народов насчитывают сотнями, увидишь человека, который всю жизнь переливает из пустого в порожнее, увидишь ученого, который, как какая-нибудь модистка, каждые шесть месяцев рекламирует новый товар, которым запасся на данный сезон, и мимоходом напоминает, что залежалый товар распродается по сниженным ценам, увидишь человека, который на нашей простоте строит свое ложное величие. А сколько других, сколько совсем других картин можно увидеть, если посмотреть на людей сквозь стекла, которые увеличивают или уменьшают. А эти стекла, глазок тюремной камеры, с помощью которого видишь лучше, чем с помощью самого, что ни на есть, совершенного американского бинокля. Армия. Только два раза с человека снимают мерку. Один раз, когда он отправляется в армию, а в другой раз, когда он отправляется на тот свет. Когда снимают мерку с мертвого, это понятно, в этом есть практическая необходимость. Но зачем снимают мерку с призванного в армию, это совсем непонятно. Говорят, измерять новобранцев необходимо, потому что в армию не берут узкогрудых, но, по-моему, в армии узкогрудых больше, чем где бы то ни было. Сам процесс снятия мерки с новобранцев называется медицинской комиссией. Через такую комиссию человек проходит тоже два раза, когда он обеспечивает свою жизнь вступлением в страховое общество и когда он обеспечивает себе смерть вступлением в армию. И как ловкий агент страховой компании уверяет вас, застраховывайте вашу жизнь, чтобы спокойно умереть, так как командир взвода воодушевляет вас. Умирайте спокойно, чтобы вечно жить. Разумеется, этим я вовсе не хочу сказать, что, уходя в армию, вы заранее обрекаете себя на смерть. Если бы это было так, это было бы бесчеловечно. Армия — это своего рода лотерея, в которой гораздо чаще вытаскиваешь несчастливый билет. Вступив в армию, человек словно приобретает несколько лотерейных билетов, из которых лишь некоторые приносят выигрыш, но зато это выигрыш в полном смысле слова. Все это очень толково и доходчиво разъяснил капрал Люба, всячески старавшийся убедить нас в том, что воинская служба — это и есть раземной. На войне никому не дано знать, кто погибнет, а кто нет. Чаще всего погибает именно тот, кто надеется выжить, а выживает тот, кто думает, что погибнет. Конечно, для поддержания порядка и дисциплины было бы гораздо лучше, если бы было заранее известно, кто погибнет, а кто нет. Столько-то и столько-то должны сегодня погибнуть, говорит мне командир, а я, как полагается, приказываю. Ты, 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 ты и ты в расход. Ты прекрасно погибаешь, и дело сделано, и списки в порядке, и человеку не служба, а одно удовольствие. А там еще неизвестно, как дело обернется, ведь не всякая пуля в цель попадает. Твой долг погибнуть, а уж если не погибнешь, ты не виноват. Может быть, именно поэтому мне и показалось, что комиссия, производящая осмотр новобранцев, очень похожа на ветеринарную комиссию на бойне, отбирающую все годное на убой. В самом деле, у комиссии, осматривающей рекрутов, та же удивительная логика. Неспособных жить, она объявляет неспособными умереть, а способных жить, она признает способными умереть. Как только комиссия смотрит вас и признает годным, вас сразу же остригут наголо и оденут в форму установленного образца. С этой минуты вас начнут приводить к единообразию. Вы приходите в армию, имея две скулы, но начальник считает, что солдату вовсе незачем иметь их так много, и поэтому вам в самом начале службы из двух скул сделают одну. Единообразие в армии сводится к тому, что каждый острижен наголо, одет форму и ни о чем не думает. Особенно важно не думать. Это одно из самых необходимых условий единообразия. Солдату думать не положено, объяснил нам капрал. Что бы делал господин майор, если бы мы все думали? Солдат должен слушать и исполнять, а не думать. Так и не знает человек, что же ему в конце концов делать, думать или не думать. В школе тебе внушают, учись, сынок, думать. Тяжело тебе придется в жизни, если ты не умеешь думать. Кончишь школу, попадешь в армию, тебе кричат, не смей думать, ты сюда не затем пришел, чтобы думать. А женишься, жена зудит, мое дело жить, да за порядком в доме следить, а думать твое дело. Но государству это опять не нравится, и оно сажает тебя на два года в тюрьму за то, что ты думал. Вот и попробуй решить, те, кто думает, утверждают, что лучше не думать, а те, кто не думает, твердят, что лучше думать. Один неудачник жаловался мне. Пока я думал да раздумывал, мой брат денежки копил, и вот теперь он богатый человек, а я в пустые кулаки дую. Когда я о чем-нибудь долго думал, обязательно наоборот выходило, а если не раздумывая за дело братца, все хорошо получалось, уверял опытный человек. Так говорят те, кто раскаивается, что потратил много времени на раздумья, но жалобы можно услышать и от тех, кто ни разу в жизнь не думал. Если бы я раньше хоть немножко подумала, я бы, конечно, за тебя не пошла, кричит молодая жена своему старому мужу. Не подумал я, брат, а если бы подумал, этого бы не случилось, причитает тот, кто уже не может вернуть потерянного. И слушая эти жалобы, нельзя не спросить, что же лучше думать или не думать. Мне кажется, что тут все зависит от профессии. Есть такие профессии, которые требуют умения думать, но существуют и такие, где это вовсе не обязательно. Так, например, обязательно должны думать шоферы, стрелочники, летчики, машинисты и лоцманы. От государственных деятелей, профессоров, литераторов, высших и низших чиновников, священников и офицеров этого вовсе не требуется. Как только ты надел форму и перестал думать, ты уже не человек, а солдат, тебя ставят в строй и прежде всего учат равняться. Цель равнения, которому в армии уделяется особое внимание, состоит в том, чтобы всех подравнять по ниточке и приучить не вылезать вперед. Воинские начальники тратят очень много сил и времени на привитие этих полезных навыков, так что в конце концов стремление к равнению входит в привычку. Но все же стоит только человеку изначивает эту замечательную привычку. Вероятно, это происходит и потому, что в жизни гораздо более ценится стремление вылезти вперед. В армии тебя учат не только равняться, но и ходить в ногу. Ты не смеешь ни отставать, ни вырываться вперед, а должен идти точно таким же шагом, как и тот, кто идет впереди или позади тебя. И тут твой университетский теплом ни в чем не поможет тебе. Он не даст тебе права идти более крупным шагом. Нет, ты должен идти в ногу со всеми точно такими же шагами, как и тот, кого до армии ни разу не стригли и кто в армии в первый раз услышал свою фамилию. Помню, однажды в Македонии довелось мне видеть лошадь и осла, запряженных в одну повозку. Они тоже должны были идти в ногу. И как бедная лошадь не пыталась сделать хоть один крупный шаг, чтобы вести телегу быстрее. Все ее попытки разбивались об ослинное упрямство. Осел никак не хотел идти скорее, а иногда и вовсе останавливался. Или по свойственной ослам философской рассеянности тянул совсем в противоположную сторону. Если бы в армии разрешалось думать, я обязательно вспомнил бы об этом случае. Уж очень подходящее сравнение. Когда вы овладеете искусством ходить в ногу, вас начнут учить топать ногами. Умение топать ногами имеет в армии большое значение. Если взвод научится топать ногами так, чтобы из-под кабулков искры летели, то командир взвода получит особую благодарность. Я и сейчас не знаю, для чего нужно, чтобы солдат на марше так топал ногами. Правда, может быть, это требование соответствует параграфу устава, в котором говорится, что цель всякого движения заключается в преодолении известного расстояния за известное время с наименьшей затратой сил. А может быть, это просто услуга, которую армия оказывает общине и государству, утрамбовывая булыжную мостовую в городе и проселочные дороги в провинции. Цель топания так и осталась бы для меня непонятной, если бы мне не объяснили, что его, как важнейшую составную часть военного обучения, придумали и заставили внести в устав поставщики армейской обуви. Когда ты научишься равняться и ходить в ногу, тебя начинают учить приветствовать начальника. Если ты не поклонился кому-нибудь в обществе, это просто невежливость, но если ты не отдал чести в армии, это уже целое преступление. Вот почему умению приветствовать в армии уделяется особое внимание, и в воинских уставах на этот счет содержатся исчерпывающие и совершенно ясные требования. Из этих уставов солдат прежде всего обязан усвоить, что, встретив начальника, он должен повернуть голову в сторону начальника, а не в противоположную сторону, как это обычно бывает. Кроме того, солдат должен выучить другой важный параграф, согласно которому он обязан приветствовать начальника в тот момент, когда проходит мимо него, а не тогда, скажем, когда уже прошел. Но при известных обстоятельствах, очень мудро замечает устав, солдат может приветствовать начальника и раньше, нежели это указано в данном параграфе, если заметит, что начальник посмотрел в его сторону и, вероятно, больше уже на него не посмотрит. Поистине отрадно явление, когда уставы предоставляют солдату такую свободу действий. В целом, обучение приветствием не относится к числу тяжелых упражнений в армии, и все же некоторые параграфы устава приводили меня в замешательство. Мне было ясно, как должен приветствовать рядовой солдат, но в уставе говорилось и о том, как должны приветствовать начальников, барабанщики и трубачи, и это можно было бы еще понять, если бы устав не обязывал каждого музыканта приветствовать начальника в соответствии с особенностями своего инструмента. Это было выше моего понимания. Скажем, если флейтист захочет приветствовать начальника в соответствии с особенностями своего инструмента, он, лишь только офицер приблизится к нему, должен свистеть. Ну ладно, это понятно. Скажем, и барабанщик, если он хочет приветствовать начальника в соответствии с особенностями своего инструмента, обязан при приближении офицера стукнуть кулаком по спине первого, кто подвернется под руку. Хорошо, это тоже ясно, но вот как в соответствии с особенностями своего инструмента должен приветствовать начальника тот, кто играет на геликоне или басе? Ведь такое приветствие, выполненное в соответствии с особенностями инструмента, может показаться неучтивостью. Когда ты овладеешь этим важным делом, то есть умением приветствовать, тебе дают винтовку, и с этой минутой не винтовка принадлежит тебе, а ты винтовке. То есть винтовка — это главное, а ты своего рода приложение к винтовке. Ты можешь, например, быть грязным, но винтовка должна быть чистой. Тебе могут запросто свернуть нос, оторвать ухо или сломать палец, но на винтовке не должно быть ни одной царапины. Ты можешь исчезнуть, можешь даже погибнуть, если возымеешь такое желание. Одним словом, можешь быть вычеркнут из списка, но винтовка и в этом случае должна остаться в списках. Если ты заболеешь, скажем, малярией или вывихнешь ногу, или у тебя заболит живот, или почка отделится от позвоночника, они посылают тебя в амбулаторию. Там тебе дадут несколько граммов хины, пожужжат тебе несколько дней над ухом и отправят обратно в строй. Но если с винтовкой что-нибудь случится, то создадут комиссию, обследуют винтовку со всех сторон, изучат все обстоятельства дела, составят подробный доклад, тщательно упакуют пострадавшую, отошлют в ремонт, откуда она вернется в строй абсолютно здоровой. Тебя забирают из дома в армию и не оставляют твоим родителям никакой расписки. Вернешься ли ты через два года, или не вернешься никому, до этого нет дела. А винтовку можешь взять только под расписку, причем в расписке указываешь, что получил винтовку в исправном состоянии, и в таком же виде обязуешься вернуть. А если не вернешь, то начнутся следствия, рапорты, комиссии, дознания, и уж тогда не возрадуешься. Сначала учат стрелять холостыми. Если бы на том и остановились, то каждый носил бы из армии поистине ценные знания. Стрельба в холостую получила очень широкое распространение. Большей частью она применяется в политике, но также часто и в науке, и в литературе, а чаще всего в личной, особенно в семейной жизни. Но в армии не останавливаются на стрельбе холостыми. В один прекрасный день кладут тебе на ладонь боевой патрон, а на известном расстоянии ставят мишень, чучело, напоминающее человека, и ты учишься в него попадать. Чучело хладнокровно и смело стоит перед дулами направленных на него винтовок, наивно полагая, что человеколюбие все же одержит верх у большинства солдат, и они промажут, что обычно и бывает. Я всегда придерживался того мнения, что это чучело следовало бы одеть форму окружного начальника. К тем можно было бы достигнуть двух целей. Во-первых, подавляющее большинство наших солдат — выходцы из народа. Целись бы лучше и стреляли бы во много раз точнее. Кроме того, еще в армии эти солдаты получали бы очень хорошую практику, которая им так часто бывает необходима в жизни, когда они выходят из-под власти начальников. А ведь в этом как раз и заключается смысл уставного положения, согласно которому цель обучения одиночного стрелка состоит в том, чтобы научить его самостоятельно, сознательно и решительно выполнять свой долг в бою даже тогда, когда он выйдет из-под контроля начальников. Когда новобранец научится равняться, ходить в ногу, стучать каблуками о мостовую, приветствовать начальников и без раздумья стрелять в людей, тогда можно считать, что он уже наполовину солдат. Вторая половина — это усвоение теории. «Солдат состоит из теории и практики», — говорил нам Капрал, который, конечно, ниоткуда не мог вычитать эти мудрые слова, но раз говорил, значит, где-то когда-то слышал. Я не знаю, как можно представить себе человека или, если хотите, солдата, составленного из теории и практики. Но солдаты представляют это, вероятно, так. Рекрут, которого только что заставили расстаться с домом — это только еще теория. А тот же самый рекрут, когда он научится равняться, ходить в ногу и топать ногами — это уже соединение теории с практикой, это уже солдат. Винтовка в руках рекрута, не умеющего стрелять — это только теория. Но когда рекрут научится убивать людей, это уже практика, которая в соединении с теорией дает законченного солдата. Вообще, теоретические знания — это как раз то, что приносит солдатам наибольшую пользу. Именно на этих занятиях мы приобрели самые широкие и самые необходимые знания. Так, например, на теоретических занятиях мы узнали от Капрала, что такое родина и что такое щетка. Кроме того, узнали, что такое государство и что такое котелок, что такое победа и что такое скребница. Также приобрели очень много других полезных знаний, о которых и рассказать трудно. Кроме всего прочего, на теоретических занятиях мы услышали от Капрала, что каждый серп всю свою жизнь до самой смерти считается солдатом. Ты отслужишь свой срок и пойдешь домой? Ну и дома ты все равно солдат. И думать не смей о том, что в армии тебя вычеркнули из списков. Нет, брат, пока ты жив, тебя в любой день могут призвать, если понадобишься родине. Спустя много лет я на собственном опыте убедился в том, что Капрал был прав. Человек и в самом деле всю жизнь не может расстаться с армией и по первому требованию обязан явиться в полк. Однажды, через несколько лет после окончания службы, я получил через полицию акт, в котором говорилось, что, уходя из армии и сдавая казенное имущество, я не вернул в интендантство скребницу, и поэтому мне надлежало явиться в Эннскую часть, в третий отдел, и возвратить ее. Примечание. Скребница. Жесткая щетка для чистки лошадей. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. Я прочел этот акт и на обратной стороне написал Кириллицей четко и ясно, что я служил в пехоте, и поэтому не мог иметь никакой скребницы, а уж если имел, то непременно сдал бы ее. Я считал, что достаточно написать такое объяснение, чтобы меня оставили в покое, но оказалось, что это совсем не так. Примечание. Кириллица. Алфавит, по преданию, изобретенный братьями Кириллом и Мефодием, принят в России, Сербии и Болгарии. Года два меня действительно не беспокоили, но в один прекрасный день опять появился акт, в котором мне предлагали вернуть скребницу. Я ответил так же, как и несколько лет назад, но это мне ничуть не помогло. Куда бы я ни поехал, злополучный акт следовал за мной по пятам и требовал, чтобы я вернул скребницу. Я переходил из министерства в министерство, менял профессии, но акт неизменно сопутствовал мне и требовал возвратить скребницу. Я уехал служить за границу, акт прибыл и туда. Я поехал лечиться на курорт, акт отправился следом за мной. Я попытался поселиться в деревне, но и там мне не удалось укрыться от акта, требовавшего вернуть скребницу. Когда я наконец увидел, что эта скребница может меня свести с ума, я, чтобы избавиться от такой напасти, взял однажды преследовавший меня акт и собственноручно повез его в Н-скую воинскую часть 3-й отдел, где меня очень любезно принял один интендантский капитан. Я объяснил ему, в чем дело. Служил, говорю, в пехоте, и поэтому скребница была мне совсем не нужна. Вероятно, здесь какое-то недоразумение. Другое дело, если бы от меня вдруг потребовали одеяло, это мне понятно. Каждый солдат получает одеяло, но скребницу. Ну, скажите, пожалуйста, зачем пехотинцу скребница? Правильно, правильно, с жаром подтвердил капитан, взял ручку, записал все мои объяснения и проводил меня успокаивая. Вы хорошо сделали, что сами приехали и все объяснили. Давно бы надо было так сделать, и вас бы не беспокоили. Я ушел со спокойной душой и успокоившимися нервами, но, как говорил капрал, и думать не смей о том, что в армии тебя вычеркнули из списков. Нет, брат, пока ты жив, тебя в любой день могут призвать. Так и получилось. Через год в полицейском участке опять появился акт, в котором мне предлагалось вернуть скребницу и одеяло. И этот акт пристал ко мне и начал гоняться за мной из канцелярии в канцелярию, из страны в страну, из года в год, так что у меня опять появились признаки расстройства нервной системы. И я уж начал вынашивать мысль, или отказаться от сербского подданства, или покончить жизнь самоубийством. Наконец, как в прошлый раз, я взял акт и отправился в эннскую воинскую часть 3-й отдел, но там я уже не застал моего знакомого интендантского капитана, а встретил меня какой-то заштатный капитан. — Разумеется! — воскрикнул он после того, как я рассказал ему все по порядку. — Вся ошибка заключается в том, что мой предшественник не точно записал ваше объяснение, откуда у вас может быть скребница. Какая ерунда, пехотинец и скребница. Но вот что касается одеяла, съесть вы его не могли, так что вам следовало бы его вернуть. Другое дело, скажем, котелок. Солдат действительно в большинстве случаев теряет свой котелок, если его у него не украдут. — Да, котелок, это совсем другое дело, соглашаюсь я и ухожу, обрадованный тем, что мне наконец удалось все разъяснить и навсегда оградить себя от напасти, начавшей преследовать меня даже во сне. И как хорошо и приятно я чувствовал себя в течение нескольких лет. Но вот однажды в один из городских полицейских участков опять пришел акт, в котором интендантская служба требовала, чтобы я вернул скребницу, одеяло и котелок. И с тех пор, вот уже несколько лет подряд, проклятый акт непрестанно гонится, гонится и гонится за мной, так что днем я постоянно шепчу, а ночью постоянно вижу во сне скребницу, одеяло и котелок. Эти три предмета до того измучили меня и так вошли в мою плоть и кровь, что если бы у нас, не дай бог, существовали дворянские привилегии, я бы свободно мог составить из них свой фамильный герб на широком поле, развернутого одеяла, скребница и котелок. Но все же именно таким образом я убедился в том, что капрал был прав. Серб всю жизнь должен быть солдатом или, по крайней мере, поддерживать связь с армией. Зная я об этом раньше, я бы мог остаться в армии, тем более, что передо мной открывались очень большие перспективы для быстрого продвижения по службе. Вот, например, исполнилось уже сорок лет, как я ношу звание капрала сербской армии. И если бы я по столько же лет пребывал в каждом чине, то мог бы в один прекрасный день, прослужив лет сто двадцать, добраться и до фельдфебеля. А вообще-то в моем воинском звании есть особое очарование. Оно заключается в том, что я старейшина сербских капралов. А кроме того, еще и в том, что Наполеон и я два самых знаменитых капрала в европейских армиях. Наполеон знаменит тем, что свое звание капрала заменил императорским титулом, а я тем, что свое звание капрала целых сорок лет ничем другим не заменил. Брак Моя тринадцатая любовь это моя жена. Я давно знал, что тринадцать число несчастливое, но я никогда не думал, что оно и в любви приносит несчастье. Если бы я знал об этом заранее, то влюбился бы сразу не тринадцатый, а четырнадцатый раз, или, может быть, записал бы тринадцатую любовь под номером двенадцать А. Но иногда и двенадцать А может привести к большим неприятностям. Помню одну курортную гостиницу, хозяин которой, желая угодить своим суеверным постояльцам, исключил число тринадцать из обихода, и две комнаты в его гостинице носили номер двенадцать А и двенадцать Б. В этих комнатах поселились две супружеские пары, которые вначале постоянно ошибались дверями, а потом все так перемешалось, все так по-курортному перепуталось, что, наконец, и сам полицейский комиссар вынужден был вмешаться, чтобы установить, кто из комнаты А, а кто из комнаты Б. И, в конце концов, это еще можно понять. Из-за комнаты номер тринадцать разбить чужую семейную жизнь, но из-за этой роковой цифры обрести свою собственную семейную жизнь. Такое могло случиться только со мной. Я женился вскоре после того, как вышел из тюрьмы, так что даже не успел по-настоящему почувствовать то наслаждение, которое испытывает заключенный, дождавшийся освобождения. Из школы в армию, из армии в тюрьму, а из тюрьмы в семью. Кажется, так оно и должно быть в жизни. В школе приобретаешь знания, необходимые для жизни, а в армии и в тюрьме готовишься к семейной жизни. В армии учишься подчиняться дисциплине и безоговорочно выполнять приказания, а в тюрьме учишься не участвовать в жизни и смотреть на нее только сквозь решетку окна. Такое сравнение семейной жизни с армией и тюрьмой так же отвратительно, как и не точно. Можно еще допустить, что есть нечто общее между семьей и армией, но между семьей и тюрьмой нет ничего общего. В армии, например, учат не только беспрекословно слушаться, но и ходить в ногу, что очень важно в семейной жизни. Кроме того, в армии учат по команде поворачиваться направо и налево, что также находит свое применение и в семейной жизни. В армии учишься караулить, что очень часто может потребоваться в семейной жизни. Учишься быть храбрым и смело бросаться на противника, что не мешает тебе спасаться бегством, и это также случается в семейной жизни. Наконец, учишь, что такое столкновение, наскок, рукопашный бой, внезапное нападение, поспешная оборона, атака с фланга, тревога и ночной караул. Все это очень часто бывает и в семейной жизни. А вот про тюрьму никак нельзя сказать, что она имеет много общего с семейной жизнью. Ведь о ней не скажешь, а о браке можно сказать, что это клетка, из которой все пойманные пташки стремятся вырваться, но в которую все свободные пташки мечтают попасть. И все же между тюрьмой и семьей есть кое-что общее, но только кое-что, не больше. Общее заключается в том, что семейная жизнь это тоже каторга. Первые пять лет ходишь закованный в тяжелой цепи, затем пять лет в легких кандалах, еще пять лет совсем без кандалов, и, наконец, еще пять лет заключенный живет совсем свободно, гуляет, где ему, заблагорассудится, и только вечером возвращается в тюрьму, чтобы переночевать. Но есть еще одно большое различие между браком, тюрьмой и армией, а также между школой и браком, со всей очевидностью свидетельствующей о том, что брак вообще нельзя ни сравнивать, ни искать в нем какие-либо общие черты с упомянутыми выше учреждениями. И школа, и армия, и тюрьма имеют каждый свой определенный срок службы, тогда как семейная жизнь его не имеет. Тебе известно, например, сколько лет ты будешь учиться в школе, ты постараешься и кончить ее, а когда получишь диплом, никаких дел со школы у тебя уже нет. Точно так же и в армии, где срок службы ясен и определен законом, и, наконец, точно так же и в тюрьме. Осудят тебя, объявят приговор, и даже если тебя приговорят к 20 годам каторги, ты все-таки знаешь, когда кончится твое заключение и ждешь этого дня, как бы далек он ни был. В браке такого срока нет, и поэтому можно понять верешника, который после 25-летней супружеской жизни в день серебряной свадьбы обратился бы к жене с такой речью. Видишь ли, дорогая, если бы я тебя 25 лет тому назад в день нашей свадьбы или, скажем, на другой день убил, сейчас бы я отбыл 20 лет каторги и уже 5 лет как был свободен. А так, и действительно, если бы в будущем предполагалось провести реформу в области семейных отношений, то прежде всего следовало бы определить срок пребывания в браке. Если брак – это своеобразный долг перед человечеством, то ведь долг только тогда и считается долгом, когда имеет определенный срок. И самое главное, если бы был определен срок пребывания в браке, то, вероятно, можно было бы всю супружескую жизнь поставить на финансовую основу. Каждый год можно было бы проводить инвентаризацию, подводить баланс, утверждать активы и пассивы, и если бы пассив оказывался больше, чем актив, то объявлять банкротство. А пока этого нет, брак скорее напоминает акционерное общество, дивиденд из которого получают иногда тещи, свекрови и свояченицы, а иногда и друг дома. И если брак – это действительно долг перед государством, то требовалось бы сделать так, чтобы государство поощряло за честное и добросовестное выполнение этого долга. Не думаю, чтобы государство стало награждать медалями за храбрость, за гражданские заслуги и за безупречную службу, хотя такие отличия были бы очень уместны и в браке, но все же следовало бы найти, может быть, другой способ для поощрения тех, кто до конца своей жизни добросовестно выполняет свои супружеские обязанности. Одному моему приятелю, занимающемуся изучением вопроса об отношении государства к семье и браку, пришла счастливая мысль. Он утверждал, что в супружеских отношениях произошли бы серьезные изменения, если бы был введен брак по указу. Я не знаю, как, по его мнению, выглядели бы эти браки по указу, но мне кажется, что в таком случае государству пришлось бы скреплять своей печатью не только сам акт вступления в брак, но и все перемещения, продвижения, предоставления пенсии, увольнения со службы за неспособность и, может быть, даже помилование от дальнейшего пребывания в браке. Это были бы очень веселые указы, по которым мужья в интересах службы перемещались бы от одних жен к другим, чем было бы узаконенное явление, так часто встречающиеся в жизни. Это были бы указы, по которым на основании статьи 70-й Мужьи могли бы уходить в отставку, чем также было бы узаконено явление, которое часто встречается в жизни, и, наконец, увольнение с государственной службы, чем также было бы узаконено явление, которое часто встречается в жизни. Я лично никогда не занимался размышлениями о реформе брака, так как убежден, что он уже давно и реформирован, и деформирован. По моему мнению, единственное, что можно было бы предпринять для улучшения супружеской жизни, это постараться ее подремонтировать. Для того, чтобы поддержать в порядке дом на каменном фундаменте, необходимо его ремонтировать, перекрывать крышу, достраивать, подкрашивать и подмазывать. А брак, построенный всего-навсего на взаимном обещании перед священником, никто никогда не ремонтирует. Об этом следовало бы серьез подумать всем поборникам сохранения теперешних семейных отношений и постараться и супружескую жизнь время от времени перекрывать, достраивать, подкрашивать и подмазывать. Но трудность проведения реформы в области брака заключается в том, что до сих пор никто не знает, что такое брак. Мало на свете явлений, о которых бы так много думали и так много говорили, как о браке, и мало таких явлений, о которых до сих пор сохранились бы столь различные и противоречивые мнения, исключающие одно другое, начиная с самого банального. Семейная жизнь — это ад. И, кончая противоположным ему утверждением, семейная жизнь — это земной рай. Все остальные мнения колеблются между этими двумя крайностями, и, кажется, все зависит от того, кто высказывает мнение — неженатый или женатый, очарованный или разочарованный. Попытки науки вмешаться в объяснение брака как явления природы свелись к голословным заявлениям по праздному философствованию. Разве можно, например, считать решением проблемы заявления одного философа? Брак — это моральное объединение, основанное на аморальных отношениях, стремление к утверждению своего «я», основанное на отрицании своего «я», удвоении своих обязанностей на базе отказа от половины своих прав. Или вы, может быть, думаете, что другие науки, каждая со своей точки зрения, сумели сказать что-нибудь более определенное, чем философия? Мне кажется, если бы у них спросили, то они ответили бы примерно так. История. Брак — это одно из весьма редких исторических явлений, когда победитель подчиняется побежденному. Математика. Брак — это сумма двух неизвестных величин, из которых необходимо извлечь корень. В результате должен был бы получиться минус, но если в браке все же появится хоть один плюс, то такое уравнение заканчивается бракоразводным процессом. Литература. Брак — это интересная повесть, а иногда и роман с очень красивым началом, напоминающим лирическую поэму, но часто с плохим содержанием и еще чаще с неожиданным концом. Грамматика. Брак — это существительное мужского рода, но в жизни он подчиняется законам женского рода. В единственном числе может быть только в грамматике, а во множественном терпим лишь тогда, когда в нем участвуют не больше двух лиц. Геометрия. Брак — это две параллельные линии, которые тянутся рядом через всю жизнь и никогда не могут встретиться. Физика. Брак — это такое явление, когда два тела для приобретения большей устойчивости имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому очень легко теряют равновесие. Химия. Брак — это соединение двух элементов, каждый из которых, однако, сохраняет свои свойства. Капля посторонней кислоты, попавшая в это соединение, вызывает в нем реакцию и разлагает его на составные части. География. Брак — это два полюса, которые при сближении достигают температуры экватора, а при удалении возвращаются к своей полярной температуре. Как видите, ни одно из этих определений ничуть не приблизило нас к решению вопроса. И, пожалуй, лучше оставить науку в покое и обратиться к людям. Брак — это учреждение, созданное человеком, а поэтому ему и принадлежит прямое и неоспоримое право судить о браке по-своему. Разумеется, невозможно опросить всех, но если обратились бы к представителям отдельных профессий, то, как мне кажется, их ответы звучали бы примерно так. Коммерсант. Брак — это коммерческое предприятие, которое может преуспеть только в том случае, если его не обкрадывают младшие компаньоны. Солдат. Брак — это захваченная крепость, которая никогда не гарантирована в достаточной степени от нападений неприятеля. Священник. Брак — это ежедневное отче наш, которое нет необходимости читать до конца. Достаточно попросить «Боже, избави нас от лукавого», но все же многие добавляют «и не введи нас во искушение». Доктор. Брак — это яд, который сам в себе содержит противоядие. Больные лучше всего чувствуют себя при высокой температуре и очень плохо при нормальной. Диета в этих случаях не помогает, ибо только ухудшает состояние больного. Судья. Брак — это временное примирение двух враждующих сторон. Аптекарь. Брак — это пилюля, изготовленная по устаревшему рецепту, подслащена, чтобы легче было глотать, и все же часто застревает в горле. Журналист. Брак хорош только как передовая статья, но и то лишь в том случае, если в ней нет опечатков, искажающих смысл, а они почти всегда есть. Книга-торговец. Брак — это книга, которую с увлечением читают только в первом издании, а когда она устареет и станет классической, то теряет всякую ценность. Железнодорожник. В начале брак — это поезд для усилительных прогулок. Спустя некоторое время уже пассажирский поезд, а потом невыносимый товарный. Столкновения почти всегда происходят на разъездах. Почтальон. Брак — это заказное письмо, попавшее не по адресу, и представляющий интерес, пока оно не распечатано. Телефонистка. Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо слышат друг друга лишь до тех пор, пока какие-нибудь внешние причины не нарушат связи, или что случается чаще, пока в разговор не вмешается третий. Спортсмен. Брак — это прыжок, при котором неважно, высоко ли ты взлетишь, а важно, как приземлишься. Одни опускаются твердо сразу на обе ноги, другие падают на колени, а некоторые теряют равновесие. Но и наиболее чисты случаи, когда опускаются на ту часть тела, которая предназначена для сидения. Артист. Брак — это драма, которую никогда не выносят на суд зрителей. А если все-таки раздадут с аплодисменты, то значит, пьеса сыграна плохо. В плохой игре чаще всего виноват режиссер, которого публика не видит, или суфлер, подсказывающий иногда такие слова, которых нет в тексте. Главные действующие лица, вопреки всем правилам драматургии, в первый акт вкладывают всю силу своего таланта, движения, их эмоциональны и выразительны. Но в последующих действиях характер героев мельчают, и спектакль заканчивается без всякого эффекта, поэтому до конца его лучше не играть. Вот всего лишь несколько мнений, но сколько самых различных взглядов, и как мало отвечают они на поставленный вопрос, что такое брак. Говорят, что во всех случаях лучше всего обращаться к опыту, ибо только опыт может дать ответ наиболее близкий к истине. Пришел я однажды к опыту и спросил его, что такое брак. Чтобы брак был для тебя тем, что ты хочешь, нужно, чтобы вас было трое. Знаю, муж, жена и друг дома. Не перебивай меня, заорал на меня опыт. Брак состоит из трех составных частей, из любви, доверия и терпения. — Есть ли у тебя любовь? — Есть. — Ко всем женщинам? — Ну, это даже больше, чем нужно. — А доверие? — У своей жены мне еще ни разу не удавалось заслужить его. Впрочем, любовь и доверие — это второстепенные факторы, они скорее являются декорацией брака. Главное — это терпение. — Терпения у меня достаточно. — Так вот тебе ответ. Брак — это терпение. — Терпения у меня действительно было достаточно, но не могу не признать, что за это я прежде всего должен благодарить своих критиков. Они все время так по-женски ругали меня, что в брак я вступил с уже укоренившейся привычкой переносить любую самую ядовитую брань. Таким образом, я и дожил до того дня, когда могу почти одновременно отметить юбилей своей литературной и супружеской деятельности. Только, правда, результаты их не одинаковы. Ненаписанная глава В предисловии книги я уже упоминал о том, что свою автобиографию закончу описанием «женитьбы», потому что после «женитьбы» у человека уже нет автобиографии. Описать биографию я вовсе не собираюсь. Я упоминал о том, что дальнейшее описание своей жизни я поручил одному своему приятелю. Так вот, и эту ненаписанную главу я уступаю ему. Послесловие автора Я, собственно, закончил свою автобиографию, но не кажется ли вам, что в ней чего-то не достает, что это еще не совсем конец? Примерно такое же чувство испытываешь в театре, когда там ставят настолько незаконченную пьесу, что даже после того, как занавес опустится, в последний раз публика все еще сидит и ждет продолжения. А мне бы не хотелось оставлять своих читателей в положении публики, ожидающей продолжения. И поэтому я решил написать еще и эту, последнюю главу. В целом, я уже почти смирился с тем, о чем пишут в последней главе биографии. Может быть, я примирился с этим несколько необычным образом, но все же примирился. В последнее время молодой хозяин вновь организованного похоронного бюро, с которым я не имел чести быть знаком, начал проявлять ко мне особенно сердечное внимание. Когда бы я не проходил мимо его заведения, даже если это случалось по нескольку раз в день, он любезно снимал шляпу и сердечно раскланивался со мной. «Добрый день!» Не доставало только, чтобы он сказал, «Добро пожаловать! Заходите! Есть товар самого высшего качества и для вас со скидкой!» Вначале меня коробила такая любезность, и я еле сдерживался, чтобы не избить его. Но потом, мало-помалу, я стал привыкать, и в конце концов, проходя мимо, стал даже останавливаться перед витриной, чтобы полюбоваться гробами. Такие остановки повторялись со дня в день и незаметно вошли в привычку. Теперь я уже не только останавливался возле витрины, но и пускался в приятельские разговоры с молодым хозяином, который всегда стоял в дверях своего заведения. «Как вы думаете?» спрашивал я его, остановившись возле витрины. «Подойдет мне вот этот гроб?» «О, сударь, я предложил бы вам именно этот!» захлебываясь от восторга, отвечал молодой хозяин. «А он не будет мне мал!» «Одну минуточку позвольте!» И отскочив шага на три-четыре, он смирил меня взглядом с головы до ног. «Уверяю вас, сударь, он как будто специально для вас сделан!» «А вам не кажется, что он мне немного тесноват?» «Ну, может быть, и будет немного тесно, но это только в начале. Новые сапоги ведь тоже жмут, а потом, поверьте мне, вам в нем будет очень удобно». «Да, вероятно. А как насчет прочности?» «О, не беспокойтесь!» прервал он меня на полусловие. «Что касается прочности, то я могу вам дать письменную гарантию на пять лет!» «Разумеется, когда мы ближе узнали друг друга, мы стали настолько откровенны, что однажды он, преисполненный восторгой и гордости, изложил мне план моего погребения. Во главе процессии понесут подушечки с орденами, потом венки, хоругви, потом пойдет хор певчих и так далее. Разумеется, он сразу пригласил меня в свое заведение и тут же продемонстрировал подушечки для орденов и погребальные одежды для хора певчих. «Только прошу вас, — прибавил он, — вы уж постарайтесь умереть летом. Летом день длиннее, и церемонию не приходится сокращать». Как видите, благодаря столь счастливой случайности я не только примирился с содержанием этой последней главы моей биографии, но и сделал все необходимые приготовления. Теперь мне остается только умереть, чтобы публика, ожидающая конца представления, могла разойтись по домам. И обещаю, что и в этом отношении сделаю все от меня зависящее. Ну вот увидите, узнав о моей смерти, многие не поверят. Я так много смеялся над ними, что, вероятно, они и на этот раз подумают, что я опять пошутил. Нечто подобное произошло с Толераном, в жизни которого политические трюки были столь частым явлением, что, узнав о его смерти, многие задумались, для чего же он это сделал. Вот почему сообщаемой смерти необходимо быть особенно осторожным. В первый день следует опубликовать в газетах сообщения такого содержания. Как стало известно, господин Нушич вчера умер. На следующий день можно было бы поместить такое объявление. Все более и более подтверждается наше вчерашнее сообщение о том, что господин Нушич умер. И только на третий день уже можно будет заявить. Как стало известно, из хорошо информированных кругов господин Нушич действительно умер. А для того, чтобы у публики не оставалось и тени сомнений, ко мне мог бы прийти какой-нибудь журналист, чтобы получить интервью. Но вполне вероятно, что к тому времени я уже не смогу отвечать на вопросы. И поэтому, думаю, будет лучше, если я заранее заготовлю это интервью. Собственно, интервью с покойным – это не такое уж необычное явление. Наоборот, в политике это случается довольно часто. И покойники не только пишут интервью с самими собой, но и передают их различные газеты. Правда, в данном случае интервью рассчитано только на то, чтобы подтвердить самый факт моей кончины. И у меня нет никаких других помыслов и претензий. Мое интервью выглядело бы примерно так. Журналист. Я из газеты «Светлост». Не будете ли вы настолько любезны сказать мне несколько слов о вашей смерти? Примечание. «Светлост» – иллюстрированный ежемесячный журнал, орган общества школьной гигиены и народного просвещения. Выходил в Белграде в 1900-1913 годах. «Я» – молчу, как и положено молчать покойнику. «Журналист. Итак, могу ли я рассчитывать на беседу?» «Я» – по-прежнему молчу, дабы журналист мог окончательно убедиться в том, что я действительно мертв. «Журналист. Мне все же кажется, что я могу рассчитывать на вашу доброту». «Я» – хоть и мертвый, но все же кричу. «Точно так же, как и я рассчитываю на нахальство журналистов, которые и мертвым не дают покоя. «Ну, так чем могу быть полезен?» «Журналист. Ходят слухи о том, что вы умерли». «Я» – никогда не следует доверять слухам, хотя в данном случае они не лишены основания. «Журналист. Значит, можно считать, что вы действительно покойник?» «Я». «Рассчитывайте на это как на факт, который может послужить вам исходным моментом для интервью». «Журналист. Могу ли я узнать, что вас столкнуло на такой шаг?» «Я». «Я уже давно вынашивал мысль покинуть этот свет». «Журналист. Были ли у вас какие-нибудь особые причины для того, чтобы умереть именно сейчас?» «Я». «Честно говоря, я был склонен отложить все это дело на неопределенный срок, но это случилось помимо моей воли». «Журналист. Очень интересно, не смогли бы вы рассказать поподробнее?» «Я». «Извольте. Видите ли, несколько дней тому назад возле моей постели собрались доктора и, разговаривая по латыни, решили, что мне надо умереть. Поскольку с раннего детства я был не в ладах с латынью, то и на сей раз я воспользовался этим своим преимуществом и не понял их. На другой день они опять пришли ко мне и очень удивились, увидев, что я все же еще жив. «Этого не может быть!» воскрикнули они и опять начали остукивать и ощупывать меня. Как всегда, мне не разделились. Домашний доктор считал, что я должен умереть не позднее, чем через двадцать четыре часа. А его коллега, мой хороший приятель, горячо доказывал, что в таком состоянии могу протянуть еще месяц или два. Все мои попытки примирить их были тщетны. Спор все разгорался. И в конце концов они начали биться об заклад. Домашний доктор выложил на стол новую ассигнацию в тысячу динаров и заявил, что я умру в течение двадцати четырех часов. А мой приятель прикрыл ее точно такой же ассигнацией, тверждая, что я протяну еще очень долго. Они побились об заклад и попросили меня быть свидетелем. На следующее утро ко мне пришел мой домашний доктор и с первых же слов, которыми мы обменялись, понял, что мои симпатии на стороне другого. «Ах, как это нехорошо с вашей стороны!» сказал он. «В данном вопросе вам бы следовало сохранять нейтралитет или, во всяком случае, уж если хотите, обязательно кому-то симпатизировать. То вы же знаете, что я для вас самый близкий человек!» Я начал оправдываться, уверяя, что ни в коем случае не хочу быть пристрастным и не имею никаких особых причин, ради которых стоило бы стать на сторону другого доктора, кроме той, что он допускает возможности не столь быстрой моей кончины. Эти слова особенно задели доктора. Он вспыхнул, заявил, что считает своего коллегу самым настоящим неучем, и что этот неуч обнадеживал меня только чтобы дискредитировать его, как домашнего врача. Но, — добавил он возбужденно, — «я не позволю себя дискредитировать! Меня не так легко дискредитировать! Вы должны умереть и не позднее сегодняшнего вечера!» Я попытался был выставить некоторые контрдоказательства, но он упорно настаивал на своем, утверждая, что я, как культурный человек, не должен помогать тем, кто стремится принизить значение медицинской науки, которая в наш век сделала гораздо больше успехов, чем все другие положительные науки. Наконец, придвинув стул, он сел возле моей постели, взял мою руку и перешел на самый, что ни на есть, задушевный тон. «Значит, вы надеетесь просуществовать вот так еще месяц, два? А вообще-то вы давно примирились с тем, что умрете?» «Да, — я считаю, дорогой мой, — продолжал доктор дружеским тоном. Чему быть, того не миновать. Наш народ мудр, у него здоровая философия, и к ней следует прислушаться». И он так взывал к моему доброму сердцу, что в конце концов я вынужден был ему уступить. Вот так я и стал покойником. «Журналист, это очень интересно», — записывает. «Я?» «Да, очень интересно». «Журналист, могу ли я попросить вас высказать ваше мнение о смерти?» «Я?» «Я неохотно отвечу вам на этот вопрос, но должен заранее предупредить, что я теперь изменил свое мнение. До тех пор, пока я не был покойником, я придерживался совсем другого мнения о смерти. Примерно так же, как люди, не вкусившие семейной жизни, имеют о ней совсем другое мнение». «Журналист, меня особенно интересует то, что вы думаете о смерти, так как ваше мнение могло бы считаться более чем достоверным». «Я?» «Это действительно так, и вам пришла в голову очень удачная мысль — спросить у покойника, что он думает о смерти. Это, пожалуй, единственный способ получить достоверные сведения об этом явлении». «Журналист достает новый лист бумаги». «Я?» «Вы очень хорошо знаете о том, что существуют различные мнения о смерти. Но все это мнение живых людей, которые они после смерти, вероятно, подвергают известному пересмотру, но, к сожалению, никогда не сообщают нам свои проверенные мысли. Согласно очень древнему представлению, которое происходит почти через все религии, существуют две жизни. Одна в этом мире, а другая в ином. Поэтому мне бы полагалось сейчас быть в ином мире, но я только теперь по-настоящему почувствовал, что именно сейчас мне придется остаться на земле». Древнее представление о двух мирах позднее было усовершенствованным утверждением, что существуют две жизни, из которых одна телесная, а другая духовная. Согласно этому утверждению, если человек умер телесно, то он живет духовно, и, вероятно, наоборот, если человек умер духовно, то он живет телесно. Этот второй случай в мире встречается гораздо чаще, и я беру на себя смелость утверждать, что, выбирая между духовной и телесной жизнью, люди предпочитают последнюю. Вероятно, это происходит еще и потому, что духовная жизнь, мы говорим о духовной жизни после смерти, очень уж однообразна. После смерти человеческому духу буквально нечего делать, ему остается только посещать своих родных и близких во сне или являться женщинам на спиритических сеансах. Еще могу вам сказать, что, по моему глубокому убеждению, смерть – это тоже привычка. Более того, человек быстрее и легче привыкается к смерти, чем к жизни. И, смею вас уверить, эта привычка так укореняется, что покойник больше уже и не помышляет о жизни, тогда как живой человек все время думает о смерти. Живой человек может даже расстаться с жизнью, в то время как мертвец не имеет возможности расстаться со смертью. Чтобы войти в жизнь, необходимо бесчисленное множество приготовлений. Нужно научиться ходить, научиться говорить, и затем необходимо приобрести какую-нибудь специальность. А смерть ничего этого не требует. Она не принуждает вас ни ходить, ни говорить, и не интересуется вашей специальностью. То, что люди подразделяют могилы на могилы первого, второго и третьего класса, мертвецами в расчет не принимается. Они все считают себя первоклассными мертвецами. О смерти и ее достоинствах существует очень много из речей неизвестных философов, любивших в свое время пожить. По их словам, смерть — это убежище мира и спокойствия, тихий отдых после жизненных бурь. Смерть — это философия жизни, последний итог всех жизненных устремлений, конечный пункт всех маршрутов, и еще много-много красивых слов, которые обычно употребляют на отгробных речах. Говорят, например, «Лучше быть мертвым львом, чем живым ослом». И мертвые львы с этим согласны, но живые ослы не соглашаются. А уж если большинство с чем-либо не согласны, то это так и останется мертвой книжкой мудростью. Что же касается моего личного мнения о смерти, то могу вам сказать, что у меня о ней самой хорошее мнение. Смерть — это одна из самых надежных целей, которую человек всегда может достигнуть, и поэтому я предпочел бы еще пожить. Журналист. Что бы я еще мог записать о вашей смерти? Я. Думаю, что для вас, так же, как и для меня, самое главное состоит в том, что я умер, а все остальное имеет тростепенное значение. Журналист. И все же я бы очень хотел знать, каковы были ваши последние слова? Я. Какие последние слова? Журналист. Да знаете, таков уж порядок, когда человек умирает, он должен сказать какие-нибудь последние слова, которые хорошо использовать в биографии. Я. Ах, да, вспомнил. Перед смертью я спросил жену, почем на базаре дыни? Журналист. Ну, помилуйте, это же нельзя записать, как последнее слово писателя. Вы хорошо знаете, что Торквато Тассо, например, воскликнул, «В твои руки, Господи!» Вальтер Скотт сказал, «Я чувствую себя так, словно я вновь родился». Байрон сказал, «Пойдем спать!» Рабле, «Опустите занавес, комедия окончена!» А Гёте, «Больше света!» Так неужели вы так ничего и не воскликнули, умирая? Я. Нет, да я и не верю, чтобы эти уважаемые люди, которых вы цитировали, говорили что-либо подобное. Все это биографы выдумали. Я, например, знаю одного своего приятеля-артиста, который перед смертью сказал, «Я Бог!» А лицо сделал такое, будто играя в очко, к семнадцати получил еще десятку. В газетах мне довелось прочесть, что последние его слова были «Я кончаю!» Журналист, «Но ведь нужно что-нибудь добавить!» Я вот тоже недавно описывал смерть одного нашего политического деятеля, который в предсмертных муках орал как осел, но я написал, что он глубоко вздохнул, и на помертвевшем челе его отразилась забота о судьбах Отечества. Я. «Ну, если вы считаете, что так и нужно делать, то я, пожалуй, признаюсь вам, что свои последние слова произнес в разговоре с доктором, который меня лечил. «Скажите мне, доктор, спросил я его, когда настал мой последний час, скажите мне, хотя бы приблизительно, сколько будет стоить моя смерть?» «Вы имеете в виду и расходы на похороны?» «Нет, нет, об этом я заранее позаботился. Мне бы хотелось узнать, сколько мне будут стоить ваши визиты». «Ну что же, я посетил вас десять раз по пятьдесят динаров за визит и один консилиум. Всего шестьсот динаров». «Дешево, ничего не скажешь, дешево». Моему приятелю, покойному Андрею Янковичу, смерть обошлась в пять тысяч динаров, а удовольствие он испытывал точно такое же. «Это только потому так дешево, сказал доктор, что у меня есть свой принцип в работе. Меньше гонорар, больше оборот. В конце концов, доктор, лечивший вашего приятеля, покойного Андрею, заработал на его смерти пять тысяч динаров, а я за то же время на десяти покойниках заработаю столько же». «Да, да, чудесный принцип. Меньше гонорар, больше оборот». «А это я-то скоро?» «Да, да, сейчас». «Тогда прошу вас, заполните, пожалуйста, вексель на шестьсот динаров, который я вам должен, а я его подпишу». Вот приблизительно таковы были мои последние слова. Когда-то, много лет назад, вступая в жизнь, я сказал «Заполните мне вексель, а я его подпишу». Так вот и сейчас, завершая свой жизненный путь, я повторил то же самое. В биографии, разумеется, это могло бы выглядеть так «Дайте мне жить, я еще не сказал последнего слова». «Журналист, могу ли я записать это как ваши последние слова?» «Я». «Нет, напишите так. Прощайте и спасибо за внимание». «Журналист, почему?» «Я». «Потому что этими словами я хочу закончить и эту книгу». Прощайте и спасибо за внимание. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в сентябре 2008 года. Читал Д.М. «Открытая студия» Субтитры подогнал «Симон»